я сегодня хотел поговорить про такую наверное не очень популярную наверное тему которая здесь наверное не часто подымается я хотел поговорить про а в общем то анализ данных биологии медицине это в общем то то чем я занимаюсь собственно все чем я занимаюсь в общем то можно видеть на одной на вот этом вот слайде а в общем то посмотрев на этот слайд мы все можем с вами разойтись пойти пить кофе в общем то это обсуждать вот но драться же мы здесь собрались мы откроем и тут этот ящик пандоры посмотрим остальные 400 слайдов которые я для вас приготовил но перед этим я скажу что я приехал к вам из эстонии то сейчас я работаю в университете тарту это маленький городок в эстонии но очень небольшой в плане академической важности для нашего по крайней мере региона я имею ввиду балтийский регион это латвия литва эстония в принципе мы достаточно котируемся и и в нортических странах вот и я в общем то являюсь частью вот этой вот группы исследователей которые называются бит это информатика информационной технологии вот так она называется ну и собственно да и кратко кратко обо мне кто я вообще такой как я такому докатился докатился я так что я в общем-то закончил бакалаврат киевском политехи потом я поступил на магистратуру в тартуский университет в эстонию и ада это был забавный такой опыт потому что это было сдвоенная это была сдвоенная магистратура между тарту итальянским университетом в процессе обучения на магистратуре я поехал по обмену в КТХО, это Кейтейч, это Королевский институт технологии в Стокгольме, а потом я вернулся, в общем, после всего этого безобразия, я понял, что я очень даже не против заниматься такими вещами, и я поступил на докторантуру в Тарту, и сейчас вот я до сих пор, я все еще докторант, уже пятого года, такой с бородой, знаете ли, такой, знаете, старый такой докторант, я уже там многих обучал и все такое прочее, в общем, такой опытный докторант, скоро должен выпускаться. Вот, я вам тут приготовил немножко сладостей на утро, так как субботнее утро, е-мое, это же вообще невероятный просто геройский поступок, прийти сюда в субботнее утро, поэтому я хотел вообще-то попросить, чтобы вы задавали вопросы, когда вам что-то непонятно или просто интересно, а для того, чтобы поддержать такие инициативы и начинания, я буду вот вас еще и кидать конфетками, вот, так что я понимаю, что это очень сложно, когда сидят люди какие-то, может, вы их не знаете, может, вы тут не каждый раз приходите, они сидят и слушают что-то, и боятся что-то спросить, и вы тоже боитесь спросить, но знайте, что если вы это сделаете, вы получите конфетку, пусть вам будет от этого легче. Вот, ну, в общем, я сейчас, у нас будет три части доклада, я буду сначала рассказывать про то, чем может заниматься человек с подобным необразованием, да, КПИ, потом что-то, какая-то еще непонятная фигня, вот, что можно делать в этой области, в области медицины, человек, который закончил, по сути, является айтишником, по сути, глубоко где-то там внутри, а что этот человек может делать в медицине, потом мы поговорим про одну близкую мне тему, это что машинное обучение или глубокое обучение может делать в медицине, чего оно достигло на данный момент, ну и последняя часть доклада, это будет о том, что мы конкретно в университете Тарту делаем с помощью машинного обучения вот в этих самых дисциплинах, окей? С чего я хотел бы начать? Я хотел бы начать с того, что я бы хотел рассказать, что, в общем, как только я закончил бакалаврат КПИ, я переехал в Тарту и начал строить такую, знаете, когда студенты вот только закончили там бакалаврат, начинают строить для себя карту мира, они начинают думать вот о том, как вот мир, вот он строится вокруг них, они пытаются понять, где они в этом мире, вот. Моя карта мира выглядела достаточно облекла в то время, она в себя включала одну такую область, которая называлась компьютерной науки, я знал, что где-то там они существуют, вот, я где-то там вроде как в этой области нахожусь. Я поступил на программу по software engineering, то есть разработке программного обеспечения в Тарту, и, в общем-то, моя область немножечко ощертилась, то есть я вот понял, что окей, где-то я вот тут нахожусь, в этом во всем этом страшном большом мире, вот. И в процессе обучения нам на этой программе я понял, что там есть еще и другие места, другие, скажем так, долины, там есть каньоны алгоритмов, города, дейтаманинга, ну и так далее, и тому подобное, то есть в этом, в этой стране компьютерных наук есть еще какие-то, какие-то вот островки чего-то другого. Вот, потом со временем, пока я вот общался с людьми, которые, возможно, делают какое-то свое исследование в других областях, я понял, что вообще-то вокруг нас есть еще и другие области, там, например, я узнал, что есть такой страшный темный лес биологии, глубокий океан математики, что-то про химию, там, экономика, статистическое море, ну и так далее, и тому подобное. То есть разные, разные интересные области, которые, которые раньше для меня были достаточно такими терра-инкогнито, неизвестная, неизведанная земля, вот. Я немножечко узнал о том, что они существуют. Потом в процессе, конечно же, обучения границей между этими, я понял, что границы между этими областями весьма зыбкие, на самом деле, они, ну, весьма условные. То есть где-то в какой-то момент заканчивается одна область и начинается совсем другая область. Вот. И так получилось, что в какой-то момент я пришел на такой ивент у нас в университете, который называется Event Fair, там, где просто исследовательские группы открывают свои двери перед студентами для того, чтобы показать то, чем они занимаются. И я узнал о существовании такой исследовательской группы, которая занимается биоинформатикой. Для меня это тогда звучало приблизительно так же, как оно звучит, наверное, сейчас для вас. Такая непонятная фигня какая-то, какой-то сферический конь в вакууме. Вот. Но для меня уже вот эта грань между компьютерными науками и темным лесом биологии вообще размылась, потому что я понял, что есть люди, которые работают где-то там на стыке этих двух предметов. И они вот что-то интересное делают. И мне вот как-то захотелось попробовать то, что они делают, потому что всю свою жизнь, ну, в сознательном возрасте я как-то хотел стать доктором. У меня не получилось, потому что знания биологии мои были на весьма таком, скажем так, базовом уровне. Не дотягивали они, в общем, для доктора. Поэтому я пошел в компьютерные науки. Но вот предоставилась возможность, предоставилась возможность что-то делать на стыке, что-то делать там, где докторам будет от этого польза, там, где будет польза конечным пациентам от этого. Вот. Ну и я, естественно, решил в нее быстро нырнуть, прыгнуть. Вот. В результате я выделил для себя вот эту вот область, такую вот, такую небольшую область между компьютерными науками и темным страшным лесом биологии, где я могу что-то делать. Давайте будем называть это такая вот условно Dimas Intuous Land, то есть это место, где мои интересы находятся, мои интересы. Вот. И рассмотрим ее поподробнее. Я ее разбил вот на такие, там, пять, пять таких условных частей. И, в общем-то, воспринимайте это как некие такие области, которые, которые, возможно, могут люди с таким вот бэкграундом, как у нас с вами, возможно, заниматься в этой вот биоинформатике, страшной непонятной биоинформатике. Что же это такое? Вот я вам сейчас попытаюсь рассказать. Про каждую из этих областей немножко более подробно. Первая область – это аутоиммунное исследование, исследование аутоиммунных болезней. Вот. Это одна из таких самых важных областей для меня. Я пишу докторскую диссертацию на тему использования анализа данных для аутоиммунных заболеваний, для исследования аутоиммунных заболеваний. Вот. Но она и по совместительству является не самой для меня интересной. Так уж получилось, что я уже довольно давно ей занимаюсь. Вот. Я расскажу, в чем же смысл. Аутоиммунное заболевание, если кто из вас не знает, они довольно распространенные. Вот. Суть этих аутоиммунных заболеваний можно видеть на картинке. В сути это, когда одни клетки вашего тела объявляют войну другим клеткам вашего тела без особой на этого причины. Просто потому, что они им не понравились. Там цвет мембраны не понравился. Или как-то так вот у них не так, я не знаю, рибосомы расположены. Вот. И они, значит, начинают их атаковать. Суть исследований аутоиммунных заболеваний, кстати, к которым можно причислить multiple sclerosis, там паркинсон, заболевания паркинсона и так далее и тому подобное. На самом деле даже многие раки считаются аутоиммунными. В общем-то, суть такая. Мы, как я сейчас, мы, я говорю, я одеваю шапку биолога или медика, я говорю, мы любим брать у людей кровь. В чем разница между биологами? Что общего между вампирами и биологами? Мы любим кровь. Вот. Мы берем у людей кровь. У части людей есть заболевание, у части людей нету заболевания. И мы берем эту кровь и плескаем ее на такую штуку, которая называется protein microarray. Это такая стекляшечка, на которой лежат эти белочки. И когда мы, значит, вот наливаем кровь на эти белочки, мы можем увидеть, есть ли аутоиммунность, реакция аутоиммунная происходит или не происходит. Мы это делаем для каждого из пациентов в нашем, ну, для каждого из людей в нашем исследовании. И потом составляем такую вот, грубо говоря, гистограмму, где мы видим, сколько аутоиммунности, грубо говоря, у нас было в каждом из, для каждого из белка. Потом мы можем это дело все посмотреть как-нибудь, вот так вот взглянуть и сказать, ну, выглядит так, как будто бы у пациентов в основном вот эти белки подвержены атакам. Вот. Это довольно важная информация. То есть мы потом можем пойти и посмотреть, а что же общего у этих белков и понять, что же произошло, что же пошло не так. На каком этапе что пошло не так. Напоминаю вам, что конфетки до сих пор не тронуты. И все еще ваши вопросы, если есть у кого-то вопросы, пожалуйста, спросите меня. Вот. В общем-то, это вот так вот, вот насчет аутоиммунных, исследований аутоиммунных заболеваний. Одним из финальных, так скажем, одним из финальных таких вот очерков моей докторской работы является создание веб-сайта, где биологи могут прийти со своими данными и проанализировать их с помощью веб-тула. То есть это вот был последним таким, ну, наверное, надеясь, что кистовом такой моей докторской диссертации. Вот, у нас даже вышла статья в Cell, то есть я не знаю, кто из вас, наверное, мало из вас, кто может оценить этот слайд по достоинству, но, в общем, Cell это круто. Вот, порадуйтесь за этот ресерч. Это что касается аутоиммунности. Далее будут более такие близкие к моему сердцу штуки, например, функциональная геномика. Но прежде чем я буду говорить про исследования, которые я делал в функциональной геномике, я объясню, что такое геномика в принципе. Это вот слайд из, знаете, такие 101 biology класс. Наверное, если кто-то из вас есть бэкграунд в биологии, вы подумаете, господи, что это? Это же школьный материал. Суть этого школьного материала в том, что мы все состоим из клеточек. В клеточках у нас есть ядрышки, в ядрышках есть хромосомы. А, кстати, кто знает, сколько у нас хромосом? Это вот этот tricky question, который люди всегда... 23 пары. 23 пары, да, 46 хромосомы у нас. Хромосомы это по сути такая длинная... Это, кстати, у нас тут очень крутые люди сидят, на самом деле, я не ожидал ответа. Смотрите, значит, хромосомы это такая по сути намотанная длинная ниточка, которая называется ДНК. Она состоит из нуклеотидов. А и другой вопрос, который заслужит еще одну шоколадку, это сколько позиций нуклеотидов, как вы думаете, в нашем теле? 4. Что 4? Нет, всего позиций, всего. Сколько всего нуклеотидов на нашем ДНК? По крайней мере, оценки, ваши оценки. Сотня тысяч позиций, миллион позиций. Кто больше? 10 миллионов позиций. Больше? 100 миллионов позиций. 100 миллионов. Я жильярник. Что? Миллион миллиардов. Миллион миллиардов. Но это было хорошо. 3,6 миллиарда позиций. Вот. Можете это самое. Вот. Это очень хорошая оценка. 5 миллиардов это было близко. Ближе, чем миллиарды миллионов или whatever там было. Вот. Да. То есть у нас 3,6 миллиарда позиций. И части этих позиций называются генами. То есть некоторые участки ДНК называются генами. Они по каким-то причинам важны. Вот. По каким-то причинам эти гены важны. Я сейчас объясню по каким. Это следующий слайд. Это второй самый биологический слайд моей презентации. Он говорит про центральную догму биологии, которая говорит, что из этих самых генов, вот эта вот часть, это вот будет ген, получается РНК, которая в свою очередь кодирует белки. Вот. А белки, ребята, это все, что делает нас с вами вами. Кого-то из вас это делает блондинами, кого-то из вас это делает брюнетами, кого-то девушками, кого-то парнями и так далее и тому подобное. Кого-то высокими, кого-то пониже и так далее и тому подобное. То есть кто-то из нас становится вот такими красавцами, знаете, такими неотразимыми, просто вот там невероятными, кого-то делает тоже ничего, в принципе, в рамках собственного вида, да, там своих вот этих вот таких вот в рамках красоты, жанра красоты у обезьян. Ну и есть всевозможные варианты посередине, конечно же. Этот слайд был неполиткорректным еще два года назад, когда я только сделал его. Сейчас, когда он стал президентом, он стал особенно опасным, неполиткорректным, поэтому быстро пролистаю, чтобы посольство в США, и простите меня, пожалуйста, не пропускайте меня, пожалуйста, в Америку. В общем, идея функциональной геномики, а конкретно тех исследований, которые я занимаюсь, это анализ того, что происходит, когда в ДНК случаются поломки. Вы, наверное, знаете, что ДНК постоянно происходит, постоянно под каким-то стрессом постоянно происходят мутации. У нас сейчас с вами, вот в данный момент, происходит множество мутаций в клетках. Это из-за того, что клетки наши постоянно делятся. Они умирают, потому что они отживают свой срок, и они умирают, раскладываются, а нам нужны новые клетки. Наши клетки делятся. В процессе деления происходят мутации. Мутация – это означает, что в нашем ДНК случаются вот такие изменения кода. Эти изменения кода могут, на самом деле, приводить к довольно серьезным последствиям. Вот смотрите. Как часто, какая скорость мутации происходит? В зависимости от того, какие мутации, я думаю, что я точный рейт не назову, с какой скоростью происходит мутация. Я думаю, что в среднем каждую секунду у нас происходит, ну вот там несколько мутаций точно происходит. Так как каждая клетка, они там делятся, то есть это множество, множество. Спасибо за вопрос. Оп, отлично. Вот, то есть это может приводить достаточно серьезным последствиям, включая рак, например. Но об этом не сейчас. Например, вот был ген. Вот помните, да, эту последовательность, которая производит белок. Если вот здесь вот стоит буква А, то все хорошо, ген работает. И у нас вот лапочка горит, ген работает. И у нас как бы здоровый человек. Он радостный, все хорошо, живой, все хорошо. А потом случается мутация, эта позиция меняется на другую какую-то букву, и у нас ген выключается. И случаются различные деформации, различные какие-то последствия, может быть, даже не совсем хорошие, возможно, даже производящие каким-то болезням. Так вот, идея, конечно же, в том, что мы пытаемся, все это вот, вот это вот, позиции, вот эти вот ДНК, мы пытаемся выучивать, какие позиции, какие позиции могут производить таким последствиям. То есть мы пытаемся понять, мы какую-то там модель, значит, запихиваем, смотрим. Если мутация происходит, то это, насколько это сильно меняет работу или не работу гена, который находится недалеко поблизости. Вот, и мы пытаемся понять, где эти места, где тонко там рвется, мы пытаемся понять, где же тонко. Да. Куда у вас ground shoes для этого серии? Ground shoes это, в общем-то, по сути, мы, у нас есть способ померить, работает ли ген или нет. Вот, и мы знаем, ну, у нас, например, да, несколько человек, да, у кого-то он работает, у кого-то он не работает, и мы можем сравнить их ДНК. Вот, мы нарезаем ДНК на кусочки и смотрим, там, мы знаем, что у этого человека она работает, у этого не работает, и вот таким вот образом мы можем понять, где эти самые места, где тонко там рвется. Вот, держи. Можно еще вопрос? Да, конечно. Ну, все знаем, что ДНК, ну, то есть это очень много информации, и очень часто мы знаем, что это overhack информация, потому что есть определенные сектора, которые, ну, там, не считываются, допустим, в ДНК, и как это влияет вообще на анализ? Отличный вопрос. Значит, есть участки ДНК, ну, смотрите, на самом деле важными участками ДНК считалось до недавних пор там всего каких-то там несколько процентов. На самом деле из всего ДНК, вот из всех этих 3,6 миллиардов позиций, на самом деле важными считается там, ну, 3-4 процента. Остальное мы называли до недавних пор, мы называли Non-Coding DNA или Junk DNA, то есть такой мусор, грубо говоря, мусор. Была теория о том, что это нужно для того, чтобы там что-то случалось, если случаются какие-то проблемы, то это случалось в неважных регионах, чтобы оно так, все было нормально. На самом деле сейчас мы уже понимаем, что этот Junk DNA на самом деле не такой уж и Junk. На самом деле мы понимаем, что код, который находится вне генов, он влияет на работу генов. Он на самом деле, там знаете, как вот есть вот один человек, который выступает, но на самом деле там 10 человек, которые на самом деле готовили этот доклад, заказывали технику и так далее и тому подобное. На самом-то деле, на самом-то деле гены это, конечно, важные чуваки, но там еще есть множество такой supporting structure. Так вот, мы как раз ищем проблему supporting structure, то есть это не совсем Junk DNA, как считалось совсем недавно, это вполне нужный DNA, который, в общем-то, поломки где, приводит впоследствии. Да, там еще мы можем продолжить эту дискуссию forever after, потому что там еще есть починки поломанного ДНК, там есть механизмы, как это меняется обратно, но это долго, да. Да, репарации, да, починки, да. Там еще у кого-то вопрос был, да? Окей, хорошо. Давайте тогда продолжим. Это вот, это исследование я провожу совместно со своим коллегой Кауром Алласо, он получил PhD в Кембридже, сейчас он full-time у нас в университете в Тарту, и со своим студентом Юрий Тома, который, кстати, вот, он из-под Львова, он закончил магистратуру в этом году, сейчас он у нас, сейчас уехал в Facebook, но вот он успел поконтрибьютить в науку. Вот, а вот тут будут еще слайды с такой вот лампочкой, где я буду рассказывать какие-то такие свои идеи, свои, грубо говоря, мысли на эту тему, все остальное, это большое количество ресерч, это не только мои идеи, это и идеи других людей. У нас в Эстонии есть такая штука, называется Genome Center, это центр геномики, то есть там, где собирается материал, генетический материал нашего населения Эстонии, и там, где мы проводим исследования над этим генетическим материалом, а некоторые, там, грубо говоря, ушлые предприниматели на набранных вот этих генетических материалах, они делают предсказания в стиле, знаете, вот если у вас вот там вот стоит буква очка А, то вам лучше бегать, если у вас там стоит буква очка С, то лучше бы вам плавать, потому что там по каким-то, и они там могут это как-то рационализировать, то есть есть такие сервисы, которые предлагают вот такие услуги, вы там даете им капельку крови, они вам говорят, у вас там предрасположенность к бегу, и что-то в этом стиле. Есть те, которые говорят, окей, у вас там в геноме, короче, написано, что у вас хорошо переваривается там какая-то, какого-то типа еда. Они могут даже вам сказать, что, ну вот, например, что вам, например, даже ваш метаболизм вроде как способствует переработке, лучшей переработке, например, мороженого, ну или что-то такое, совсем неожиданно. А у меня была идея... Спасибо. А вообще-то какая, ну, вероятность, ну, какая точность этих прогнозов? Ой, вот это дело, что она очень вызывает вопросы на самом деле, вызывает вопросы. Так, вы уже конфеты получили, мы подождем. Вызывает вопросы. На самом деле методология тоже вызывает вопросы. И на самом деле связь вызывает вопросы. Ну, в общем, там много вопросов. А у меня была идея попытаться нарисовать человека, нарисовать фейс, лицо человека по ДНК. Знаете, как в Шерлоке Холмсе оставил, значит, преступник на месте преступления каплю крови, а мы раз и нарисовали его портрет. Недавняя была недавно статья, она такая вот, что типа вроде как они попробовали это сделать, но потом пришли эксперты и критики из интернета и, в общем, закидали, закидали грязью этих ребят, сказать, что нечестно, все это неправда. В общем, пока что ни у кого не получилось из ДНК нарисовать фейс, но такая идея все еще существует, и все вот эти методы могли бы бы такое что-то сделать. То есть было бы очень круто на самом деле. Ну, и круто, и не очень круто. То есть у вас могли бы возникнуть и сомнения по этому вопросу. Ну, в общем, да, это что касается функциональной геномики. Дальше идет вообще очень близкий моему сердцу сектор, который называется медицинские изображения, medical imaging. Это вот, представьте, что у нас человек, оказывается, что в человеческом теле очень много интересных органов, которые можно сфотографировать. Вот, не только лицо, но и другие интересные вещи, например, глаза. Глаза, наши глубокие глаза. Посмотрев эти глаза, можно на самом деле определить довольно интересную штуку, называется ретинопатия, диабетическая ретинопатия. Это заболевание, которое возникает у людей, которые болеют диабетом. Со временем сахар разрушает сосуды в глазу, и люди теряют зрение. Вот, и, в общем-то, идея была такая, что создать автоматический алгоритм, который по скану, по сканированию сетчатки может сказать, какая стадия или есть ли это заболевание в принципе. Это было, на самом деле, Kaggle-овское соревнование. Не знаю, кто из вас знает, что такое Kaggle. Kaggle – это место, где аналитики данных соревнуются между собой, в том, кто круче accuracy, по-наверфитит. В общем, и это было одно из соревнований, одно из самых первых, где мы использовали deep learning в то время. Вот, другое соревнование было по определению объема сердца. Оказывается, что если сравнивать систолическое и дистолическое объем сердца, это когда сердце сжимается и когда сердце разжимается, поделить одно на другое, то мы получим некую величину, которая будет говорить о том, насколько вероятно у человека произойдет heart failure, инфаркт. Вот, и, собственно, идея была такая, что по серии снимков определить объемы сердца в систолическое и дистолическое объемы. Кроме того, ну и это уже совсем близко к тому, что я делаю, мы этим занимаемся в Тарту, мы занимаемся сегментацией клеток. То есть для каждого пикселя на картинке мы обычно говорим, а тут клетка или нет клетки. То есть для каждого пикселя вы говорите, да, нет, клетка, не клетка. Вот, это называется сегментация клеток. Вот, это были два кагловских соревнования, а здесь мы участвуем, мы здесь участвуем как большая партнер компаний, там, деньги и все такое прочее. А вот здесь вот обязательно обратите внимание, сердце так оно сжимается, разжимается, вот такая небольшая анимация. Вот, да, еще одна тема, которая тоже меня очень интересовала и интересует до сих пор, мы сейчас пытаемся этот проект продвигать в Тарту. Ну, идея такая, что вот жил-был человек, все было хорошо, все было нормально, пока в какой-то момент у него на руке не появилась родинка. Какая-то странная. И он может очень даже огорчиться, потому что прочитает в интернете, что такое странное появление родинок может быть ассоциировано с тем, что это может быть какое-нибудь там страшное название, это может быть какая-то меланома. А меланома это один из самых таких жестких раков, жестких типов рака. Вот, а на самом деле предложено было в 2017-м неплохое решение, в общем-то, сфотографировать эту родинку, послать ее на сервер, где есть нейронная сеть, которая умеет классифицировать эти самые родинки. И она бы послала этому человеку смс, где бы написала, дорогой друг, не переживай, я проанализирую, а все более-менее нормально. Или другое сообщение в стиле «пожалуйста, посетите врача», потому как кажется, что это что-то может быть серьезное. На самом деле разница между тем, между ранним диагностикой меланомы и поздней диагностикой меланомы просто невероятная. То есть те, кто были диагностированы на ранней стадии, выживают с вероятностью 90%, в то время как те, которые были диагностированы на поздней стадии, эта цифра падает до 14%. То есть вы видите, насколько большой гап. Это насчет выживаемости в год. То есть насколько вероятность высокая, что человек будет жить в конце следующего года. То есть на протяжении 365 дней. Было предложено решение, и в общем-то это то, чем мы тоже занимаемся. Одна из таких вот интересных частей – это медицинские сигналы. Вот я вам сейчас идею расскажу. Сидит человек, например, на лекции, и о чем-то думает напряженно. А у него нейроны у нас в голове, они общаются посредством электрического тока. Электрический ток создает потенциал поля, его можно померить с помощью электродов. Есть такая штука, называется Emotive Epoch. Это такой шлем с 14 электродами, которые можно одеть на голову. Эти электроды считывают потенциал оскары головного мозга и пытаются по сути понять, что же там происходит в голове. В общем-то считывание этого девайса выглядит вот таким вот образом. Потом эти сигналы можно преобразовать во что-то более-менее удобоваримое с помощью, например, фурии трансформации. Это подается на вход к какому-нибудь там алгоритму, который может в результате нарисовать что-то вот, например, такое. Это 3D-версия нашего мозга, где вот такие белые шарики – это предсказанные центры думания. То есть откуда идет сигнал для этих электродов. Все вот эти вот более-таки верхние вот эти вот шарики – это электроды. Это вот электроды, их название и так далее. То есть мы можем понять, попытаться понять, попытаться спрогнозировать, откуда пришел сигнал на какие электроды. Это наш был такой школьный даже проект, можно сказать. В университете мы делали это как один из проектов. Он довольно интересно сработал. А это, по сути, перевод этой же идеи на рейки медицины. Сейчас это очень популярная тема, когда людей в реанимациях подключают к аппарату, к каким-то аппаратам. На самом деле не только в реанимации, а просто тех, которые лежат на обследовании. Иногда, например, у людей бывают непредвиденные, допустим, эти самые seizures. Это эпилептики, например, у них случаются припадки эпилепсии. В общем, идея такая, что эти аппараты, они способны предсказывать эти самые seizures и посылать на стол к медсестре сигнал, что приди-ка ты и проверь на всякий случай, потому что вдруг действительно что-то произойдет, и это может позволить действительно спасти человека. Это вот такая вот часть про медикал сигнал. Ну и последняя часть конкретно моего вот этого доклада, это на тему teaching and giving talks. Собственно, поэтому я, собственно, здесь, потому что мне это нравится. Я езжу по Европе, делаю доклады в разных местах. Например, во Львове рассказываю про искусственный интеллект. В Киеве там бывает выступаю где-нибудь про какие-нибудь статистические всякие штуки, рассказы, ну и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, мне это нравится делать, поэтому я здесь, поэтому я выступаю. И тут такая небольшая шутка в стиле того, что пригласите меня, пожалуйста, на TED Talk, потому что я все еще не был там, если... вот, я хороший. Это вот, что касается моих interest land, это то, чем я занимаюсь. То есть, чтобы вы понимали, что человек с таким вот образованием может делать в medical sciences, что он может делать в биологии, чтобы, возможно, может, если у вас где-то теплиться мысль, что вы тоже можете что-то такое делать, чтобы у вас ни в коем случае не было сомнений, вы действительно можете это делать. А сейчас небольшой квиз, чтобы вас развеселить. Оказывается, оказывается, что мы с вами достаточно неуникальны в отношении нашего ДНК, то есть вот часто говорят, вы знаете, человек это вершина творения и все такое прочее. На самом деле мы все произошли от одного предка, и тот момент, когда мы перестали быть одним видом, да, вот мы разошлись, так скажем, наши корабли разошлись, мы перестали быть одним видом, этот момент определяет, сколько ДНК мы делим с разными существами на нашей планете. Так вот, сейчас я бы хотел, чтобы вы мне помогли собрать этот пазл воедино и сказать, с кем мы делим с вами 90% нашего ДНК. То есть с каким из этих животных у нас, с кем? Ну из вот этих, которые здесь есть. Здесь есть набор? Так, за мышей, кто за мышей? Раз, два, ну как-то вы в меньшинстве, три, четыре, все равно в меньшинстве, пять, ну шесть, еще. Окей, ну хорошо, кто за собак? Собаки умные, самый главный друг человека. Ну нет, что ли, вообще никого? О, а кого вы думаете другие? Шимпанзе, товарищи, шимпанзе. А? Корова. О, как Ляшко сказал, да? Хорошо, за корову. Кто за корову? Нет? Только, а ты тоже уже не за корову? Нет. Только про Ляшко вспомнил, все. Окей, один человек. Ну там что-то вроде как было какое-то, у тебя там где-то есть идейный, это самое. Хорошо же, шимпанзе, ну товарищи, шимпанзе. Окей. Фрут флай. 90 процентов, да? Такое летает, думаю, тут эти люди. Ну ладно, на самом деле шимпанзе, конечно, 90 процентов. Хорошо. 88 процентов. Давайте. Теперь обиженные представители класса, которые боролись за права мышек, вы можете поднять руки, потому что на самом деле мышки, в отличие от шимпанзе, это самый-самый распространенный биологический тестовый материал, это самый распространенный, потому что их легко культивировать, простите меня, за этот холокост мышек, это действительно холокост мышек, потому что у них столько похожего на нас ДНК, то есть мы настолько любим экспериментировать на мышках, просто потому что потом очень высокая вероятность, что это сработает на людях. Хорошо, 85 процентов. С кем у нас 85 процентов общего ДНК? Свиней. Там нет свиней. Беда. А так, однако, звучит обидно. Ну, так что, с кем 85 процентов? С коровой. Ну, съем ее. Ну, сейчас-то точно. Собакой. Кто за собаку? Кто за собаку? Так, четыре человека. Так, товарищи, которые, да, давайте голосовать. Окей. А кто за корову все-таки? Верные последователи культа коровы. Окей. На самом деле, корова. Ну, и тут уже, что греха таить, собака, она недалека от коровы в этом отношении. Хорошо, 73 процента. Ну, сейчас-то должно проще пойти, правильно? Чикен. Кто за курицу? Кто за то, что курица 73 процента с нами делит? Общего ДНК. Довольно много народу. На самом деле, конечно, нет. Это зебра, фиш. Это рыба, которая тоже удивительно много ДНК с нами делит. И она тоже, как вы понимаете, легко культивируется, в отличие даже от куриц. Да. Куда эти числа и как они считаются? Потому что я сейчас нацелил в вашем центре, и там 99 процентов. С кем? 98.8. Ну, они считают это по кодирующим регионам, то есть по этим самым ДНК-генам, которые я говорил. На самом деле, там будет у меня, у меня где-то ссылка есть даже, вот, можно пойти на нее посмотреть. Это National Geographic, по-моему, они делали. European Bainphematics Institute. Вот там можно посмотреть это исследование. Там конкретно четко описано, как они это делали. Окей? 69 процентов. Платипус. Платипус. Я. 65? Наконец-то уже, да, курицу можно и засчитать. Окей, 47 процентов. Honey Bee. Как? Honey Bee. Honey Bee. Кто за пчелку? Пчелка или кто тут еще может быть? У тебя есть идея? Не, у меня только пчелка. Пчелка, только пчелка. На самом деле, это Fruit Fly. Это летающая муха. 44 процента. Ну, теперь уже точно, да? Тут точно пчелка, да. А вот кто из этих троих, кто остался? Вы знаете, да, что Baker's East – это дрожжи. Так, на всякий случай. Так что, Wine Grape? Round Warm. Round Warm, да. Ну, и потом Wine Grape и Baker's East. Самое важное, это то, что это же исследование, ну, я не знаю, насколько это правда, то есть вот следующий, я не уверен, что это правда, это просто шутка, но что 50 процентов мы делим с бананом, а если взять два банана, то сами все понимаете, да. Извините, я в свой город выступал профессор генетики из Канады. Да, да. Говорил, что обычного помидора генетическое разнообразие больше, чем в человеке. Да, так, а есть даже растения, в котором на очень много, на очень больше, чем у нас с позиции ДНК. Там что-то типа 137 миллиарда. Есть мнение, приблизительно то, что человек мобильнее, ему меньше надо, да. Да, легче приспосабливаться к среде, потому что, ну, те, что, скажем, биологические виды, которые могут передвигаться свободно, не нужно так приспосабливаться к среде, как тем, которые не могут. Да, да, да. Есть растение, у которого 137 миллиардов позиций ДНК. 137, а у нас 3,5. Внимание, да, кто здесь у нас доминирующий вид? Я еще допомню. Люди между собой не влияются, ну, и 200 миллиардов. Да, да, мы с вами практически… Да, да, да. То есть разница между нами, у нас с вами, там, сотнях тысяч позиций, да. То есть ни в коем случае даже не миллион. Есть, строят PCA плоты, где эти все национальности разбросаны и так далее, по тому, насколько они… Не рушьте нашего человека. Он сам упал. Он сам не захотел. Окей. В общем, дальше я буду… Это вторая часть моего доклада, она основана на статье, которую мы написали с моими коллегами. Они работали в то время в университете в Кембридж, я был из университета Тарту. Мы написали ревью статью о том, где диплернинг используется в вычислительной биологии. Так как я занимался на то время активным машинным обучением, мне было интересно, где это все происходит, но они со своей стороны, они занимались биологией, но им было тоже интересно на это все посмотреть. Мы написали такую обзор, статью обзор, где мы посмотрели на самые последние исследования диплернингов в биологии и посмотрели, что там происходит. Сейчас я, в общем-то, расскажу часть этого доклада. Да. Можно еще когда-нибудь повторить? Да, конечно. Там была задача про распознавание хвородов. Да, 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 скин кенсор. Когда вы приходите позитивное уведомление, ну, не позитивное, то, что у тебя нет хворода, а насправді воно у тебя есть. Да, это ужасно. Это ужасно. Я так и спросил, как с этим... Да, мы сейчас... Мы сейчас с этим боремся таким образом, что мы не включаем человека вообще. То есть это приходит... Сообщение приходит не человеку, а приходит доктору, причем с картинкой, причем с попытками сказать, где мы считаем, почему это так. То есть мы пытаемся объяснить, что нас сподвигло на такой... Ну, не нас, а нейронную сетку сподвигло на этот диагноз. Для того, чтобы доктор мог оценить, сказать, да, это... То есть все равно докторов мы не исключаем из этого. Я сейчас буду об этом говорить, как раз в рамках этого доклада. С этим борются, и борются достаточно успешно. Ну, как? С переменным успехом, но все-таки прогресс есть. Но я сейчас в этом, вот в этой части об этом скажу. Хорошо? Я тебе уже посылал конфетку счастья и радости, да? Вишен и треба. Вишен и треба. И уже, блин, ей той хватило. Ладно. Если есть еще вопросы, то, пожалуйста. Это тоже часть этого доклада. Одной рукой сложно. Ладно. Естественно, какой доклад диплёрнинга без упоминания котиков? Этого невозможно сделать. Поэтому мы тоже не собираемся ломать стереотипы. Естественно, для того, чтобы говорить про диплёрнинг, мне надо сначала немножечко сказать про машинлёрнинг. Я не знаю, насколько аудитория готова к тому, что я буду сразу же углубляться в диплёрнинг. Поэтому я скажу, что давайте поговорим про машинное обучение. Что же такое машинное обучение? У нас с вами есть предмет реального мира. Вот этот объект. Можно даже так сказать объект. И мы пытаемся с помощью алгоритмов понять, что делает этот объект этим объектом. Вот в данном случае мы вот смотрим и говорим, ну вот ушки, которые смотрят вверх, усики и вот какой-то хвостик, который смотрит влево. Вот. Мы запоминаем эти вот характеристики и называем их репрезентацией. Вот. Мы называем это репрезентацией объекта. И что мы делаем потом, когда мы получаем новые объекты из реального мира, мы пытаемся эту репрезентацию как-то на этот объект и мапить. То есть смотреть, отвечают ли эти объекты этой репрезентацией или не отвечают. То есть мы смотрим, у первого объекта все в порядке, и ушки смотрят вверх, и усики в правильную сторону торчат, и хвостик влево, все подходит. А вот у второго объекта как-то не сложилось, не сложилось, халявил, и хвостик не в ту сторону, и ушки не вверх смотрят. В общем, какой-то неправильный объект. И вот на этих основаниях мы говорим, что один объект является котиком, а второй объект котиком очевидно не является. Это называется машинное обучение. Ну а мы с вами поговорим сейчас про отдельный класс моделей машинного обучения, которые называются нейронные сети. И вот здесь вот есть опарк нейронных сетей, если хотите. Это вот разные типы, их там понасоздавали, а сейчас еще больше. Это было, блин, в 2016 году, сейчас их в два или три раза больше. Но просто чтобы вам показать, что этот филд, эта область была очень в таком большом буме. В общем-то, немножечко истории о том, почему эта область так бумит. В каком-то году создали, в 10-м году создали датасет, который называется ImageNet. Это набор картинок из интернета, которые там 1 миллион 200 тысяч картинок. Это из лаборатории Стэнфорда, они там это создавали. Там эти картинки разделены на тысячу категорий, на тысячу классов. Там есть и конячки, и шапочки, и, я не знаю, машины, и все, что угодно. Все, что угодно. Тысяча категорий. И в 2010 году, когда этот датасет был создан, они основали и одноименное соревнование, которое так и называли ImageNet. Суть была такая, что сделайте-ка алгоритм, который бы сам способен был бы классифицировать эти картинки в правильные классы. Да, как бы не слабая задача, тысяча классов, совершенно разные картинки, попробуй это сделай. А как вот оказалось, что… Там были классы, были. Не-не, не кластеризация, были классы. То есть это все стандартное машинное обучение. Первые два года, когда этот алгоритм, простите, когда это соревнование было создано, участвовали алгоритмы стандартного машинного обучения. Нет, ну то есть ничего такого особенного, ничего глубокого там не участвовало. И вот такие были… Вот такое количество ошибок они делали. 28%, 26%. Это все-таки довольно неплохо. Учитывая тысячу классов, это неплохо. То есть я не готов сказать, что я бы сделал меньше ошибок на этих данных. А потом первый год, когда пришел Deep Learning, пришла вот эта вот революция глубокого обучения, эта ошибка скатилась сразу же на 10%. То есть видите, вот тут был такой прогресс всего 2%, а потом пришел Deep Learning, и она так пух-бух, и упала на 10%. До нынешнего времени, ну как в нынешнем, в 2016 году сейчас-то еще меньше, эта ошибка скатилась еще меньше. Ну и самый интересный вопрос, где мы находимся на этом графике? Мы находимся где-то тут. И как я сказал, что я бы, наверное, сам бы такой невероятный уровень точности я бы не достиг, это на самом деле уровень некого такого прямо консорциума, коллегиума. Знаете, когда собрали много людей, которые знают чего-то в этих картинках, и вот заставили их руками классифицировать эти картинки, вот приблизительно их уровень был бы в районе 3%. То есть эти нейронные сети уже, в общем-то, лучше нас видят, чего находится на картинке. Вот AlexNet это была архитектура, которая первый раз была создана. И чтобы просто проиллюстрировать сложность этого датасета, я могу показать вам породы собак. Вот это вот два разных класса, две разные породы, а это одна и та же. Вот, я бы, например, ну, то есть я понимаю, что, наверное, в зале есть собаководы, которые говорят, чувак, что здесь, ты что? Nothing to write on about, да? Easy peasy, lemon squeezy. А это на самом деле для меня это неможливое дело. Вот. Потом, конечно же, было много разных других прекрасных вещей, таких как самоуправляемые машины. У нас недавно в Тарту был доклад Андрея Карпата, если знаете, кто это такой, это сейчас глава Image Vision, простите, Computer Vision в Tesla. Вот после его доклада я бы на месте этой девушки бы так спокойно бы не сидел. Зная чего, ну, там, слышу края уха, что там под капотом у этой машины, я бы не был так спокоен. Вот. Было, конечно же, вы наверняка слышали про онлайн перевод Skype, это когда вы говорите на одном языке, а он там на другом конце, на другом языке переводит, не зашло оно им пока что, но, по крайней мере, был этот хайп насчет этого дела. Потом было недавно совсем Apple выпустили свои последние, у кого-то наверняка они даже есть в этой аудитории, я знаю, когда смотрите своим прекрасным лицом, и он вас узнает, говорит, зеркало, зеркальце скажи, и оно раз и открывается. Вот. Несмотря на всякие пятничные, пятничные, те самые загулы, все равно оно все узнает. Потом были интересные, прекрасные достижения в области игр, там, которые мы играли в детстве, например, которые не очень в детстве, ну, я не знаю, сколько здесь людей играли или играют в Доту. В общем, был небольшой, ну, хороший такой прогресс в Доте 2, они создали, был создан environment для игры StarCraft, для обучения агентов по игре в StarCraft. Очень большие победы в Go, то есть вы знаете, что компьютер победил человека в Go, это считалось неможливо до, там, не знаю, следующего какого-то десятилетия, но они уже это сделали. Я, кстати, буквально неделю назад встречал человека, который создал AlphaGo, который Дэвид Силвер из DeepMind. Вот. В общем-то, это все очень круто. То есть реально, то есть вы не подумайте, это очень круто. Казалось бы, чего еще душе нужно, да? Все, все сделано. Ну, какие-то люди такие, как я, приходят и говорят, а, ребята, простите, пожалуйста, а как же там насчет медицины? Там, мы все еще умираем от рака, например. Конечно, круто в Доту играть, но хотелось бы дольше в Доту играть, да? Я как-то не очень счастлив с тем, что мне, там, после, там, 60 лет я уже, наверное, в Доту не поиграю, из-за своего альцгеймера или еще чего-нибудь такого интересного, или там, ну, мне сейчас 27, дай бог, я доживу до своей 80, например. Я очень сомневаюсь, что я буду в Доту играть. Вот. Ну, и понятное дело, что здесь прогресс не такой шикарный. Не такой шикарный. Почему этот прогресс не такой шикарный? Ну, тут есть определенные причины. Например, то, что медицина очень сложная. Когда я говорю сложная, я имею в виду, ну, реально тяжелая. Вот, например, посмотрите на карту метаболома, метаболизма, простите, человека. Это была карта, созданная руками бедных студентов. Знаете, Student Gradient Descent. Два студента и лопата заменяют эскалатор. Вот. Приблизительно так вот создавалась эта карта. Это, естественно, маленький кусочек этой карты. Она называется Recon Map 2. Вот. Это вот бедные студенты, значит, пять лет, по-моему, они ее собирали, эту карту. Вот. Это вот для того, чтобы дать вам приблизительное понимание, о чем я говорю, когда я говорю, что она очень тяжелая, эта медицина. Медицина, кроме того, что тяжелая, она реально повсюду. То есть мы все болеем. Чем-то, да как-то, да кто-то обязательно чем-то болеет. И, например, чтобы показать вам это, проиллюстрировать, я хотел показать Google Trend Deep Learning. Как вы знаете, это очень такая хайповая тема. Все сейчас в этом прямо, там, каждый второй сейчас пытается какой-то Deep Learning делать. То есть, ну, вот видите, там спрыгнула популярность Deep Learning. Но если даже сравнивать этот мега популярный тренд, этот просто невероятно ошеломляющий успех, с такой простой фигней, как, я не знаю, как фивор, как кашель, как простуда, окажется, что все еще людей простуда волнует намного больше, чем Deep Learning. Вот. А еще учитывая, что количество людей, которые получают доступ в интернет, тоже растет, мы глобализируемся, все больше людей получают более-менее нормальные условия жизни, они могут позволить себе интернет, то мы понимаем, что этот тренд будет продолжаться. То есть, если мы будем делать нормально на экономической арене, мы будем нормальные, человеколюбивые, политические всякие реформы проводить, то этот тренд будет продолжаться. А еще одна такая штука, это то, что мы прошли с медициной довольно длительный, длинный путь, через довольно-таки интересные тернии. Например, относительно недавно интересным способом лечения человека было кровопускание. Это вот один такой пример, значит, тебе просто разрезают вену, ты сидишь, ждешь, пока у тебя там литр крови стечет, потому что верили, что есть некая плохая кровь, которая там делает человека больным. И вот лекари, значит, разрезали вены и ждали, пока у человека там вытечет плохая кровь. Одно из совсем недавних таких вот зверств, это, значит, снотворное, которое применялось в Америке в начале 20 века мамочкам, семьям рекламировали вот эти снотворные. Это, кстати, одна из старых реклам того времени. Проблема в том, что в эти снотворные включали всякие разные интересные препараты, ну, то есть, там, я не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь, типа, экстракт какого-нибудь кокаина, там, еще что-нибудь такое. То есть, ну, очень сильные, сильные наркотики включали. Я видел изображение баночки, это где-то 20-е годы. В Германии бывает надпись киндергероин. Киндергероин. О! Вот, в общем, вот такая фигня успокаивает ребенка на раз. Вот верите, нет? Вообще хорошо. Работает 100%. Проблема, что не все просыпаются. Но это уж, извините, как бы накладки производства. Ну и последнее. В моем личном рейтинге, в моем личном рейтинге, я не уверен насчет вашего, но в моем личном рейтинге вот эта фигня, она как бы самая стремная. Последние операции по лоботомии, последние, вдумайтесь в это число, это 1960 год. Ну, каких-то 50 лет назад человека приводили, из этих людей делали овощей, просто овощей. Это было как поход к дантисту. Приводили тинейджеров, у которых было плохое настроение. Знаете, вот просто, ну вот говорили, что это помогает. Приводили жен, у которых были проблемы с настроением, депрессией, мужья приводили, потому что, ну, что же это она мне мозги выедает, да, вот эти свои какие-то проблемы у нее там, человеческие, надо ее слушать. Приведу-ка я лучше на лоботомию, все будет хорошо. Ну, в общем, суть этого слайда не в том, чтобы запугать вас или еще что-то, или какое-то негативное настроение, а в том, чтобы сказать, что мы на самом деле прошли довольно длительный путь, и мы его до сих пор проходим. То есть я не говорю о том, что медицина прекрасна и замечательна. То есть там были довольно жесткие штуки, но несмотря на все это, несмотря на все это, мы, в общем-то, здесь есть прогресс. То есть это, например, один из самых моих любимых графиков в области медицины, он довольно, ну, он уже устарел немножко, но при этом это вот разные виды рака, а это, по сути, выживаемость, выживаемость людей с разными видами рака. И вы видите, что вот панкреатический рак мы еще еще как-то так не очень, все еще плоско лежит, но во всех остальных областях мы, по крайней мере, что-то хорошее происходит. То есть несмотря на весь этот, на весь этот мусор, на все это количество мракобесия, которое было и есть, например, на некоторых странах, мы все еще, мы все еще, все еще происходит какой-то прогресс. Да, да, да. Сколько же? Да, да, да. Тут нету, да. Но для меня все-таки лучше я проживу 160, чем 360. Зависит, конечно, качество еще тоже. Качество, если я буду там лежать под капельницей и типа эти то самое, то, конечно, да, такое еще. Тут еще вопрос. Тоже вопрос. Может, кому-то она тоже предпочтительна. В любом случае, мне кажется, что я могу сказать, по крайней мере, что есть прогресс. Мы чего-то добиваемся в этой области. И одним из первых такими вот agents of changes были люди, которые выиграли Кагловское соревнование. То есть я имею в виду agents of changes то, что люди с такими вот бэкграундом, как у меня, допустим, IT, которые победили в соревновании, где надо было по сути собирать, предсказывать, будет ли реакция, будет ли побочная реакция у этого химического элемента там на конкретного человека. Что-то такое было, по-моему. По-моему, я точно не помню. Суть была такая, что это было соревнование для фармакологов. То есть там было вот данный тебе химический этот самый препарат и надо было предсказать что-то относительно него. У этих ребят в команде не было ни одного человека с бэкграундом биологии или химии. Вот никого из них. Они все были либо физики, либо химики. Сори, не химики, а физики. Статистикой занимались, математики. Вот Джеффри Хинтон, он, в общем-то, отец дип-лёрнинга, по крайней мере, принято так считать, что он отец дип-лёрнинга. И никто в команде не разбирался в биологии. Это был довольно серьезный прорыв. Это было такое заявление о том, что люди из IT могут на самом деле помогать решать проблемы в биологии. Ну и с тех пор, конечно же, не проходит и недели, когда вы можете не нагуглить что-то прекрасное в стиле AI спасет мир, AI уже спас мир, или там рак весь уже вылечен, все прекрасно, дорогая маркиза, все можно, в общем-то, все прекрасно, можно ничего не делать. На самом деле, конечно же, большая часть этих новостных статей, они несколько раздутые. И здесь как раз вот суть этого доклада была в том, чтобы я, мне очень жаль вас, потому что оказалось, что этот проектор не очень хорошо передает цвета, вот там он немножко лучше. В общем, идея такая, что я хотел сфокусироваться на двух, как мне кажется, больших, важных статьях в этой области и кратко вам про них рассказать. Вот. А потом мы сделаем, уже скоро мы сделаем перерыв. Уже скоро сделаем перерыв. В общем-то, все так же, все та же ретинопатия диабетическая. Вот так выглядит, вот так выглядит, в общем-то, то, как видит мир здоровый человек. Вот так выглядит мир человека с ретинопатией, уже такой более-менее продвинутой ретинопатией. Вот так выглядит сетчатка здорового человека. Вот так выглядит сетчатка человека, у которого развита ретинопатия. Вот. Ну и, естественно, это одна из таких самых больших, самых важных причин, почему люди теряют зрение в рабочем возрасте. То есть, если в рабочем возрасте человек потерял зрение, скорее всего, Это именно по причине диабетической ретинопатии. Как ее диагностируют? Приходят к офтальмологу, он 9-7 минут смотрит вам в глаза ваши очи и может сказать, есть ли у вас риск или нет у вас риска, или возможно уже какая-то стадия, надо что-то делать. В общем, как вы понимаете, это занимает массу времени, которого бы хотелось бы им как-нибудь помочь провести с большей пользой. Например, работая с более сложными случаями, или там, например, оперируя на людях и так далее. А что эти ребята, которые написали эту статью, сделали? Они собрали невероятное, беспрецедентное количество фотографий, ретины, 128 тысяч. Это очень много, чтобы вы понимали. Для такого типа исследований это просто невероятное количество. Они наняли опять-таки невероятные 54 офтальмолога. Это, представляете, что они попросили этих офтальмологов посмотреть все эти снимки и их оценить, поставить какой диагноз по этим ретинам. А это очень много денег, потому что время каждого из этих офтальмологов очень дорого. Ну и, естественно, идея была в том, чтобы классифицировать сканы этой ретинопатии в какой-то из классов. Либо здоровый, либо больной в какой-то уровень болезни. Приблизительно как это происходило? То есть несколько докторов смотрели один снимок и давали свой диагноз. На здоровых ретинах все было просто. Они обычно все... Сейчас, секундочку, закончу мысль. Они обычно все соглашались друг с другом, говорили, это здоровая ретина, все в порядке. А на больных все было не так легко. Они часто не соглашались друг с другом. Тогда они использовали метод, который называется major vote. Это значит, что они выбирали самый частый диагноз. Вопрос. Там вот было много классов. Там было несколько степеней заболевания. Один, два, три, четыре. Где четыре, это уже вот то, что вот это, вот это вот четыре. Да, да, здесь в данном случае только ретинопатия. Да, там много еще других, конечно же, существует. Это конкретная ретинопатия. Да, ребята, ребята, простите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Девушка вот здесь вот готова? Есть. А, у тебя уже есть. Хорошо. Хорошо. Хорошо, у вас, например, осталось меньше диагноз, чтобы это из-за него выключалось, если бы это сразу? Это, это как бы оставалось за рамками, но они знали, где у них наиболее вариативная оценка. То есть они знали, какие фотографии с наименьшей, так скажем, точностью предсказывались. Они потом смотрели и пытались уже тестировать на самых таких, знаете, таких самых уверенных предсказаниях. Вот, ну, в общем, идея тут такая, что, конечно же, конечно же, нам очень сложно бодаться с человеком, то есть если мы хотим реально superhuman performance, знаете, такой вот термин, superhuman performance, сложно бодаться с человеком в том случае, если этот самый человек дает нам материал для обучения. То есть мы, ну, очень сложно учиться у человека, да, вот приходите, там, учиться фортепиано, сложно стать лучше преподавателя, который тебе преподает. Вот то же самое происходило с этим алгоритмом, но тем не менее, вот этот график, я понимаю, что не все, наверное, могут понять, что этот график делает. Суть такая, чем больше закрашены части у этого квадрата, тем лучше алгоритм работает. Давайте, давайте вот такая абстракция. Чем больше закрашено, тем лучше. И чем выше вот эта вот кривая, тем лучше. Да, это вот диплёрнинг то, что сделал, а это вот точки, это вот офтальмологи. Каждая из этих точек это офтальмолог. Суть такая, что чем выше кривая, чем больше точек находится под кривой, значит, хуже было, были предсказания этих докторов. То есть в основном мы видим, что кривая не хуже, по крайней мере, можем сказать, не хуже офтальмологов работала. Что интересного, это то, что мы можем выделить несколько точек. То есть принцип работы алгоритма такой, что мы можем алгоритму сказать, будь менее строгим. То бишь, если я, например, прихожу, что значит быть менее строгим по отношению к принятию решения. То есть если я прихожу в больницу, то даже наименьшие, скажем, такие какие-то следы диагноза уже приведут алгоритм в состояние готовности. Скажет, ты лучше пройди, пообследуйся чуть-чуть побольше. А более строгий это означает, что он будет искать и уже совсем серьезные повреждения. Только тогда будет говорить о том, что тут есть сигнал, тут есть какой-то диагноз. И мы можем для алгоритма варьировать это число. То есть мы можем сказать ему, будь 55% или 55,2% более строже, чем ты сейчас был. А у докторов сложно сказать человеку, будь на 15% строже. Поэтому это то, что мне кажется, можно сказать, как некое преимущество алгоритма. Тут я говорю о том, что у каждого офтальмолога свой зафиксированный опыт. Зависит от того, сколько чашек кофе выпил утром, какое настроение. Такой будет уровень strictness, а алгоритму это можно задавать, какой-то flexible делать. Вторая статья, это уже тот же самый Skin Cancer, о котором я упомянул в первом докладе. Вышла вот эта статья, которая вот эти вот вещи предлагает. Она говорит о том, что 90-14 – большая разница. Эта статья вышла в самом таком большом, наверное, самом главном журнале Наумки, Nature. Она прямо вот, прямо даже на развороте была распечатана. То есть это уже серьезный такой, очень серьезный breakthrough. Если вас печатают на развороте Nature, это значит, что вы как минимум что-то очень серьезное придумали. Что они сделали? Они тоже взяли баснословное количество 129 тысяч. Помните, в прошлом ресерсе там было 128 тысяч. Здесь они как будто бы решили побить это количество. Взяли на тысячу больше, 129 тысяч картинок разделили для тренировки. Наняли 21 сертифицированного дерматолога и, значит, создали такое вот дерево. Сейчас вот для вас это дерево будет разрастаться. Сначала они все картинки объединили просто одним классом. Они сказали, что все родинки – это заболевание. То есть все наши с вами родинки – это какого-то рода, ну, что-то там не то происходит. Вот. А потом они разделили эти родинки на три класса. Они сказали, что часть из этих родинок – это доброкачественные, часть злокачественная, часть так называемой, но неопластики. Это что-то между, но не злокачественное. Вот. Потом они разделили уже вот эти большие классы на саб-классы. И потом они разделили эти саб-классы на еще меньшие классы. Вот и так далее. Пока там не получилось так, что, в общем-то, в каждом самом маленьком классе там было совсем немного, совсем немного изображений. Вот. Потом что они делали? Они научили нейронную сетку на этих вещах. Нейронную сетку они взяли ту, которая работала для ImageNet. Вот. Она разделяла, вообще, собак. Да, вот этих, которые я вам показывал. А тут они ее натренировали различать родинки. Что, кстати, довольно круто само по себе. Только что собака различала, а сейчас начинает родинки различать. Вот. Они, значит, им посылают новый пример в эту нейронную сеть. Эта нейронная сеть, что делает? Она берет и предсказывает вероятность этого конкретного изображения для всех маленьких классов дерева. Для всех маленьких подклассов. Потом это дерево берет и агрегирует маленькие подклассы в большие классы. То есть она берет и вот эти вероятности суммирует и получает вероятность суперклассов. И так далее до тех пор, пока не получает вероятности вот этих самых главных, самых больших классов. Ну и на основании этого он уже говорит о том, что насколько высок риск. Если риск, то да. То что там происходит? Да, да, да. Ну, скажем так, то есть здесь они не заинтересованы в маленьких классах. Но эти маленькие классы являются частью больших классов. Они заинтересованы в общем понять, какая там benign или malignant. То есть они на самом деле не интересны, какой конкретный подкласс. А им интересно злогачественное или доброгачественное. Вот что более интересно. Хорошо. Ну, в общем, по сути, вот на основании этого дерева они делают, значит, решение, какой из классов был major class. Они его и предсказывают. На самом деле, конечно же, это неправда. Если 19% вероятности, что это malignant, что это злокачественная опухоль, то, естественно, уже будут, вышлют бригаду, которая поедет и уже заберет человека. Ну, это я так, для примера. Это здесь для примера. Что же касается точности, там все эти кервы, которые мы видели, они, у них было три тест-сета. Они сравнивали точность работы алгоритма на трех сетах данных. Один из сетов, вот я сейчас более детально рассмотрю, это карцинома, сет карциномы. Они, в отличие от предыдущего исследования, где они все еще как-то зависели от того, что говорили доктора, они здесь свои лейблы получали от биопсии, от результатов биопсии. То есть, когда берут и вырезают кусок этой кожи вместе с родинкой и следуют под микроскопом и смотрят, это была злокачественная или доброкачественная опухоль. И здесь уже нет места ошибки врача, потому что это уже не то, что человек смотрит на фотографию, предсказывает, по фотографии делает прогноз, а это уже хирургическое вмешательство. И здесь было, значит, 135 вот таких родинок они вырезали, которые они считали, что могут быть карциномами. Карциномы – это тоже такой вид рака кожи. И на этих, значит, вот на изображениях этих родинок, до того, как их вырезали, понятное дело, они, значит, тестировали наученный ими алгоритм. И это было то, что вот дал алгоритм. Вот эти красные точки – это врачи, как видите, тут их довольно много. А зеленый крест – это вариативность предсказаний врачей, это средний врач. Вот, насколько вот средний врач. Вы видите, что здесь он вот точно вот ровно под этой кривой. Это означает, что врачи, в общем и целом, по крайней мере, кривая точно была не хуже, если и сказать лучше, чем средний статистический врач. Было еще два других сета, и, в общем-то, приблизительно одна и та же картинка была. То есть, в общем-то, эта статья почему и вошла в Nature, потому что они впервые показали, что на самом деле алгоритм может быть даже лучше, чем врачи. Ну, по крайней мере, большинство врачей. Вот, да. Это вот две такие большие статьи. А я еще тут насобирал несколько поменьше статей, которые, может, я не буду так долго рассказывать, просто кратко обзор. Были ребята, которые создали предсказатель Паркинсон-заболевания по голосу человека. То есть, вы говорите, а он говорит, есть ли возможность, риск того, что у вас Паркинсон развивается или нет. Очень интересное исследование, которое по датам вашего визита в больницу и, допустим, какому-то показателю, допустим, в крови что-то там меняется, может предсказать дату следующего визита и значение этого показателя. Например, если мы там считаем количество эритроцитов, он может попытаться предсказать количество эритроцитов в данное время. Ну, это зависит от конкретного исследования. Я уже, естественно, ну, то есть, если они его... Ну, вот они, статья говорит о том, что да. Но насколько мы уже потом будем это использовать, это уже другой вопрос. Насколько это будет потом... Они, естественно, если бы... Идея такая, что если бы они не... Если они опубликовали эту статью, это значит, что у них было достаточное количество, что, по идее, должно бы было быть достаточное количество людей, на котором они это протестировали и показали, что да, это работает. То есть это не просто, знаете, чуваки приходят и говорят, мне кажется, что вот я могу слышать Паркинсона в его голосе. Это обычно берется когорта. Там сотня, две сотни человек, на которых делятся там на тестовую контрольную группу. Да, да, есть эта большая проблема того, что в медицине и биологии... Ну, это в биологии, в основном, что статьи не репродутируются, но это то, что у нас есть. То, что у нас есть, я не могу сказать, я не могу гарантировать, что все эти статьи 100% будут использоваться в медицинской практике. Это, в общем-то, идея такая, что я сейчас даю просто фронтир. Чего другие люди делают. Верить этому или нет, я бы вам призывал не верить этому. Вообще никому ничего не верить. Но нам надо иметь какой-то бэкграунд для того, чтобы на чем-то основывать наши решения. И, может быть, я просто даю вам информацию для размышлений. То есть я не призываю вас верить мне на слово, ни о чем об этом не верить. Естественно, им тоже. Пойдите, почитайте статью и убедитесь, что это действительно вызывает у вас, ну, не веру, да, вы доверяете результатам. Я просто расскажу, чего они делали. Это вот то, что я уже упоминал, это про гипогликемию. То есть когда, это вот конкретно, это исследование было про детей, которые лежали в больнице, их подключали к аппарату, и аппарат предсказывал, ну, прогнозировал потенциальные гипогликемические эпизоды у детей. То есть он мог посылать сигнал на стол медсестре и говорить, тут, кажется, у этого ребенка сейчас будет гипогликемическая атака. Вот. И последняя такая забавная статья была. Они предсказывали боль по видео, по кадрам видео. То есть вот женщина, здесь вот на этом графике красная линия, это ground truth, это то, сколько у нее боли было, сколько ей подавали боли. Ну, там, видимо, какой-то там бил ее электрод каким-то током, наверное. Здесь вот ей больнее всего, но она почему-то улыбается, наверное, потому что все-таки там было не очень больно, но тем не менее. И, в общем, они тренировали алгоритм, который бы предсказывал уровень боли. Собственно, а, да, и последняя интересная штука, ну, она такая, скорее, больше шутка, это вот то, чему я вообще не призываю ни капельки верить, но, в общем, они брали, эти ребята из Тайвани, они брали, значит, записывали плач детей и классифицировали этот плач в три класса. Ну, мы все знаем, что дети могут орать, и непонятно никогда, почему они орут, то ли они есть, хотят, то ли спать хотят, то ли что с ними не так. Ну, в общем, они классифицировали в три класса спать, есть и боль. Вот, я только единственное надеюсь, что ни один ребенок не прострадал в этом исследовании. Там была одна из половины страницы, это тайванская, это статья. Я очень надеюсь, что никого из детей специально не били. А, видимо, в Тайване такого дискомфорта нет. Там все в этом порядке. Да, и вот на сим я бы хотел, вот здесь мы, наверное, сделаем с вами перерыв, я бы просто перед тем, как мы сделаем перерыв, я бы хотел забросить вам еще немножко такого повода для подумать и, может быть, поговорить на перерыве об этом. То есть, с моей точки зрения, все, что я вам только что показал, говорит о том, что, ну, революции не случилось. По крайней мере, не такая она заметная, как в других областях, как я вам говорил, да, про самоуправляемые машины, про онлайн-перевод, про все эти вещи. Мне вот, ну, мое личное ощущение, по крайней мере, я вас не призываю, меня не доверять и слушать, но, по крайней мере, мое ощущение такое, что революции пока не было. Вот, на сим я предлагаю прерваться, проследовать за кофе-брейком и об этом подумать. Мы прервались с вами на том, что мы решили подумать о том, насколько действительно можно считать, что это революция, которая произошла с помощью дип-лёрнинга. Я вам сказал, что, ну, лично мое мнение, я не призываю, опять-таки, вас верить моему мнению, но мое мнение, по крайней мере, таково, что революции пока, ну, вот, не произошло. И уже в кулуарах у нас тут были с вами такие обсуждения на тему того, почему же революция не произошла, и, в общем-то, я бы сейчас вот хотел об этом поговорить. Для того, чтобы, да, ну, и, собственно, почему, собственно, у меня есть такая вот идея, собственно, график я построил, на котором я постарался проиллюстрировать причины, почему дип-лёрнинг до сих пор не совершил революции в этой области. Я сделал график на двух осях. На одной оси у меня находится, скажем так, вероятность, почему, ну, насколько вероятно эта причина станет или стала причиной того, что не произошла революция с помощью дип-лёрнинга. Ну, и вторая ось – это эффект, какой эта проблема может причинить в случае, если она произойдет. Вот. Первая причина – это то, что, как мы уже тут обсуждали в кулуарах, на самом деле, это то, что в биологии и медицине очень сложно, очень сложно собрать большой дета-сет. Так как для дип-лёрнинга – это вот его такая ахиллесова пята, можно сказать, дип-лёрнинг нуждается в большом-большом количестве данных, а большое количество данных в биологии и медицине собрать весьма и весьма сложно. Почему весьма сложно? Ну, потому что, во-первых, это дорого. Помните, когда я вам рассказывал о том, какие были собраны невероятные размеры дета-сетов тех статьях, о которых я говорил, я говорил, что это очень много денег, потому что это обычно не просто понафотографировать, хотя и это тоже стоит денег, потому что обычно используются специальные устройства, не просто камеры наших смартфонов, хотя во втором случае это просто камеры смартфонов. Нужно, на самом деле, чтобы кто-то потом на них посмотрел, найти изображение и сказал что-то умное, а для этого тот, кто посмотрел, должен быть умным, а его время обычно стоит дорого. Это доктора, их зарплаты дорогие, их поэтому время тоже дорогое. Другая причина – это, естественно, того, что медицинские данные часто, ну, они часто закрыты, и для этого есть хорошая причина. Например, вы там, скажем, исследуете рентгеновские снимки где-то там у себя в городе, да, допустим, у вас небольшой город, и вы исследуете снимки, и у вас приходит снимок с тройным переломом ноги. Вы знаете приблизительно, что тройных переломов ноги, ну, не так много в вашем городе. Это уже, в принципе, в какой-то степени это уже деанонимизирует человека, вы уже, в принципе, можете идентифицировать человека, особенно если выложите это в публичный доступ, то все могут, в принципе, получить доступ к этому снимку и приблизительно будут знать, у кого этот перелом, возможно, что-то еще про этого человека можно будет узнать. А это как бы не то, чего мы хотим. Кроме того, кроме всего прочего, естественно, нельзя долго в таких докладах без котиков, поэтому котики возвращаются на слайды. Что я хочу сказать с этими котиками, они здесь не просто так, я хочу сказать, что все котики приблизительно одинаковые котики, в общем-то, мы можем, построив репрезентацию, посмотреть на других котиков и понять, что они приблизительно похожи, что, к сожалению, не работает в случае с опухолями, они все весьма-весьма разные в своей природе, все эти изображения родинок, мамограммы, МРТ, эти самые попытки взять слайды человеческой ткани и так далее и тому подобное, все это достаточно отличается по своей природе, и поэтому сложно построить один алгоритм, который будет диагностировать по каждому из этих доменов. То есть взять, собрать их всех кучу, будет сложно диагностировать. Поэтому нам нужен такой имиджнет для каждого из этих доменов. Для каждого домена нужен свой имиджнет. Грубо говоря, огромный датасет, как мы уже говорили только что, это дорого и долго. А, да, еще тут будут такие слайды с лампочкой, где я буду говорить не просто какие проблемы, как мне кажется, есть, а еще какие возможные решения этих проблем. Так вот, одно из возможных решений этой проблемы было вот недавно инициировано. Этот проект называется Medical ImageNet. Это Стэнфордский институт инициировал. Они пытаются собирать эти самые Medical Imaging, все вот эти вот домены, разные представители, фотографии, пытаются собирать для того, чтобы люди такие, как мы, потом могли тренировать алгоритмы и создавать что-то хорошее. Вот, поэтому хотелось бы такой проект выделить и поддержать каким-то образом. Вот, сейчас я возвращаюсь к своему графику и вот наношу первую проблему, которая, мне кажется, достаточно важная. Вероятность ее, она точно есть. То есть, это нет такого, что я вот сомневаюсь, что эта проблема произойдет. И ее эффект, он достаточно, ну, такой, существенный, скажем так, существенный эффект. То есть, здесь варьируется от такого типа, ну, так себе, ну, можно жить с этим, до, ой, невероятные последствия. Так вот, эффект от этой проблемы достаточно существенный. Другая проблема, это, давайте сначала поговорим о том, как, в принципе, врачи диагностируют меланому. Есть такое правило, которое называется ABCD, ABCD rule. Вот, так как, когда не знаешь, что делать, применяй ABCD rule. Кстати, я его сейчас применяю на своих родинках, если я вижу у себя какую-то новую родинку, я начинаю применять это правило. Вот, в чем же оно заключается? Есть четыре критерия, каждый из этих критерий имеет что-то общее с вот одной из этих букв. Например, A говорит о том, что меланомы обычно асимметричны. Второе правило, borders, то есть края не очень ровные. Края не очень ровные. Потом цвет не очень, какой-то тоже такой ровный, он такой немножко там где-то светлее, там где-то темнее. В общем, тоже такой непонятный цвет. Ну и последнее, может, догадаетесь, диаметр, да, это диаметр. То есть они большие, кроме того, кроме всего прочего, они еще и большие. В общем, есть такое правило, поднимите там дерматолога посреди ночи, скажите, как определить меланому, вот он что-то приблизительно вам расскажет. А как же теперь диагностирует меланому нейронная сеть? Давайте посмотрим на это. Есть меланома, есть нейронная сеть, и вот так она диагностирует меланома. Она говорит, там что-то пошелестело, что-то там помигало, и меланома. А врачей это не очень устраивает, я вам так по секрету скажу. Они скажут вам, ребят, ну это вообще похоже на какое-то гадание на кофейной гуще, что-то вообще как-то не верю я этой фигне. Это называется, эта проблема называется проблема черного ящика. Многие в кулуарах об этом сказали, я понимаю, что это довольно известная проблема, но, да, и вопрос же был тоже на прошлой сессии об этом. Суть такая, что, конечно же, конечно же, эту проблему пытаются решить. На самом деле, вот вам одна статья, которую я, в общем-то, еще два года назад увидел, нашел, это была статья про сайленсимап, и тех, кто занимается диплёрнингом, знают, что это такое, для тех, кто не занимается. В общем, суть такая, что эта картинка была предсказана классом петух, и можно нейронную сеть спросить, слушай, а какие пиксели, картинки, заставили тебя думать, что это петух? Вот, можешь их как-нибудь подсветить? И она вот выделяет пиксели, которые привели ее к такому решению. Это, на самом деле, довольно древний, уже можно даже в этой области сказать, древний ресерч. На самом деле, буквально неделю назад, когда я был на международной конференции по машинному обучению, там был отличный постер от Google Brain, которые сделали более такую интересную, интересную ресерчную эту тему. Они даже могут теперь говорить, какие диагнозы, вот помните вот этот ABCD rule, какие из вот этих ABCD привели нейронку к этому решению. Если кому-то будет интересно, я могу поделиться названием этого постера, но после доклада. В общем, проблема эта тоже существует, то есть раскрытие черного ящика, она точно есть, но она может быть не настолько прямо, ну, такая прямо ужасающая. По крайней мере, ребята, все воспринимайте с таким огромным количеством соли. То есть я ни в коем случае не считаю, что я самый главный эксперт, с которым нужно советоваться по этому вопросу. Это мое личное видение, так скажем, авторский взгляд. В этом кейсе не используются, но они используются в куче других кейсов. Например, там, где что касается данных, то уже были попытки использовать ганы для генерации новых изображений. Например, перевода из рентгеновского снимка, вернее, наоборот, из МРТ в рентгеновский снимок, так как рентгеновский снимок, он очень сильно, ну, не сильно, но есть какая-то радиация, то есть облучение, стараются этого избегать, используют МРТ. МРТ, оно дороже, кстати говоря, но при этом можно из МРТ получать рентгеновские снимки с помощью ганов. Но тут, опять-таки, тут вступается вот эта вот проблема, она говорит, а насколько я могу доверять этому снимку, непонятно. Но ганы используются, естественно. Короткий ответ, ганы используются. Но мы сейчас еще посмотрим. Другая проблема, это я уже немножечко упоминал, по поводу security. Оказывается, я не знаю, кто из вас слышал про такую компанию, как 23Я? 23andMe. Да, а кто даже секвенировал себя? Кто-то секвенировал себя? Я собираюсь секвенировать себя скоро. В общем, идея такая. Вы плюете в баночку, отсылаете это в Штаты, в Штатах берут секвенс-машину и делают вам секвенс вашего генома. Оказывается, в вашей слюне есть ваш геном, да. От этого не плюйте, куда ни попадя придут такие, как я, и секвенируют, и будут проблемы. В общем, какие проблемы могут быть? Они получают файл размером, как вы помните, 3,5, ну там 3,6 миллиарда позиций. И я, они мне его отсылают обратно. Но такая идея, что, ну, я вот лично сам, посмотря на эти 3,5 миллиарда позиций, я, ну, ничего особо не пойму. Есть специальные компании, которые занимаются анализом этих данных. Я им отсылаю свой геном, они такие, ей, клево, и мы сейчас тебя проанализируем, анализируют. Я им говорю, мне нужны генетические риски, мои генетические предрасположенности к каким-то болезням. Они говорят, у тебя вот тут высокий процент генетической предрасположенности к такой прекрасной болезни, как шизофрения. Ну, я, естественно, они мне посылают эти результаты, я, естественно, расстраиваюсь, плачу там где-то там в подушку. Но проходит год, я об этом забываю, в общем-то, почти не было ничего, и нету ничего. А потом я пытаюсь поступить в компанию, вернее, попасть на работу в компанию моей мечты, давайте не будем говорить Google, что-то другое. И, значит, посылаю свое резюме, ребята, я клевый. Они говорят, слушай, тут нам нашептали, будто у тебя генетический риск заболевания шизофренией. Вот, мы, знаешь, не привыкли, что у нас люди с крыши выпрыгивают, поэтому мы, наверное, тебя, пожалуй, не возьмем. Оказывается, что эта компания, она приторговывает этими генетическими рисками своих клиентов, и вот там направо-налево кому-то им продает. Какой есть выход из этой ситуации? Выход есть такой, что недавний ресерч показывает, что можно проводить, можно зашифровать свои данные, как мы обычно шифруем данные, послать их той же компании в зашифрованном виде. А есть алгоритмы, которые работают уже не на открытых данных, не на просто стандартных данных, а на зашифрованных данных. То есть они могут, на самом деле, производить полезные вычисления на зашифрованных данных, не зная, что они вычисляют. А потом они получают зашифрованные риски, отсылают их мне, я их расшифровываю с помощью своего правила, отключаю, и получаю свои риски. Ну и опять-таки радуюсь своему замечательному диагнозу и так далее. Ну это не диагноз, а это генетический риск. Это совершенно не значит, что у меня будет это заболевание, но, возможно, мне стоит изменить свой, так скажем, лайфстайл, чтобы избежать какого-то заболевания. Это там суть, кстати, генетических вот этих вот секвенирований, для того, чтобы понять, что если у меня, например, высокий риск, например, диабета, диабетической или диабета, в принципе, я бы избегал сладкого, например. Вот. Вот такая вот тоже проблема. У нее, наверное, более серьезные последствия, но вероятность того, что она вот прямо сейчас будет происходить, она вот, ну, наверное, я еще не слышал о том, что это происходит. Скажем так, это так, из исследований, вытянутая мысль из исследований. Ну и последняя проблема, на которую я бы хотел обратить внимание в этой части доклада, это, допустим, у нас есть изображение из self-driving car. Это вот пока что из домена self-driving car, то есть самоуправляемых машин. У нас есть камера на крыше этой машины, она снимает, что видит машина. Обычно производится такая штука, как сегментация, то есть каждому пикселю присваивается класс. Либо это дорога, либо это машина, либо это дерево, либо это кошка, человек, ну, для того, чтобы машина человек не переехала. Вот. Но тут бывают такие проблемы, что какой-то хороший человек взял и там какой-то шум присвоил этой картинке и послал мне на камеру. И теперь моя камера вместо такого прекрасного, прекрасной вот этой вот машины и всего остального теперь будет сегментировать картинку вот таким вот образом. Я буду видеть такого маленького прекрасного человечка. Как это относится к биологии, к медицине? Ну, представьте, что у вас есть робот-доктор, хирург, который производит операцию по вырезанию вот такой вот опухоли по сегментации. У него есть сегментация, естественно, он сначала делает сегментацию, чтобы понять, где находится опухоль, и он ее вырезает. Ну, тут какой-то добрый человек присылает эту самую фотографию, и теперь мой доктор-хирург вырезает в мозгу вот такого прекрасного маленького человечка, что, согласитесь, довольно неприятно. Я бы сказал, что, конечно же, найдутся в аудитории люди, которые скажут, слушай, ну кто бы такую фигню стал бы делать? Но вот недавно как раз был такой ресерч, можете, кстати, погуглить насчет Гудини. Ресерч Гудини – это вот эти маленькие такие замечательные нойз, которые, добавляя на картинку, заставляют сегментацию вот таким вот образом ломаться. Но был ресерч, который и в медицинской области на это смотрел. То есть надеемся, что никто этим не будет заинтересован делать такие вещи, но, тем не менее, такую вообще возможность отбрасывать, наверное, не стоит. Вот. Это вот график вот этих рисков, которые, как мне кажется, могут или уже заставили, в общем-то, притормозить deep learning прогресс в нашей области. Но, тем не менее, все-таки есть какая-то надежда. И что бы я хотел… Ну, то есть на таких докладах я обычно надеюсь, что у аудитории появляется мысль в стиле, ну хорошо, это все звучит клево, но что конкретно айтишник может сделать для того, чтобы что-то в этом изменить? Есть такая штука, как Kaggle, я уже упомянул, это соревнование по анализу данных, где люди расчехляют свои XGBoost'ы и давай, значит, оверфитить данные. Вот. Я уже рассказывал про то, как это происходило с соревнованием про мерк. Но вот одно из… То есть на Kaggle часто появляются так называемые data science bowl-ы. Это соревнования по каким-то таким медицинским… связанным с медициной задачам. Вот одно из последних соревнований не этого года, но предыдущего года было по определению рака легких. Такая идея, что рак легких убивает больше, чем рак груди, кишечника и мочевого пузыря вместе взятые. Вот. И 20% смертей можно было бы избежать, если бы был более адекватный способ диагностировки, более ранний. Вот. Ну и эти ребята решили пойти вот за этим граалем, решили, что вот мы попробуем. У них есть такая foundation, которая называется Lung Cancer Foundation. Они объединились с ребятами с Driven Data для того, чтобы начать вот этот вот крестовый поход на рак легких. В общем, идея такая, что у них идея называется Concept to Clinic, то есть концепт в клинику, принесите концепт в клинику. И к 2023 году они надеются на полную автоматизацию процесса диагностировки рака, простите, легких. А идея такая, что у нас есть Kaggle, где люди обычно расчехляют XGBoost, оверфитят данные, а потом от этого никого пользы никому не бывает. А есть клиника, где совершенно другие потребности, совершенно другие проблемы. Ну и идея этого проекта, конечно, построить мостик между этими двумя мирами и сделать так, чтобы они встретились и было и тем польза, и этим было какое-то наслаждение от того, что то, что они делают, на самом деле используются в реальной практике. Есть? Да. Да, да. В таких данных, ну, приходится цель, напевно, тільки зображения самих таген, и в них идет классификация, диагностика. Але мені здається, що для лікаря, ну, и это природно, коли бы эти данные еще включать, спосіб життя и средовища люди, потому что ймовірное захворювание может от этого зависеть. Якщо до лікаря приходить курець, то він сразу в групі ризику, там можно ставити диагноз, ну, с більшою імовірністю, що там враг легений. То такие, ну, враховувати ще речі не кількіше зображення, а ще й... Ну, здесь конкретно, я понимаю, о чем вопрос, да, это хороший вопрос. Здесь конкретно исследование касается уже сформированного или несформированного. То есть нам надо найти, по сути, тюмор, то есть опухоль, ее нужно найти. То есть в этом проблема. А уже потом врач пусть разбирается. Вот нашли опухоль, и в этом-то основная суть. То есть идея не в том, чтобы поставить диагноз, а идея в том, чтобы найти тюмор и... Ну да, это абсолютно закономерный вопрос, естественно. И они пытаются писать не просто алгоритмы, они пытаются писать целый софтер, то есть программное обеспечение, которое могли бы использовать врачи в клиниках. То есть это не просто там сказал, где лежат картинки, нажал кнопку и ждешь полчаса. А так, что там можно там красивым юзер-интерфейсом и все остальное прочее. Вот, есть гиткабовская линка, где они ждут с распростертыми объятиями контрибьюторов. То есть если кто-то хочет поучаствовать в чем-то хорошем для людей, очень милости просим. Вот, приходите. Это не то, что я этим занимаюсь тоже, но в том числе было бы клево. Другое место называется Dream Challenges. Это место, где публикуются биологические или медицинские всякие соревнования, в том числе Medical Imaging тоже публикуется. Туда тоже можно изредка наведываться, если вам эта тема интересна. Можете посмотреть, есть ли там какие-то интересные соревнования. Вот, это конец этой второй части моего доклада. И сейчас будет третья часть моего доклада. То есть если у вас есть какие-то еще вопросы по первым двум частям, то это хорошее время, чтобы их задать. Если нет, я буду переходить к третьей части доклада. Может, ты знаешь про результаты того, как у Маги боятся? Про lung cancer? Да, да. Ну, я знаю, что они начали что-то делать. Вот, как там у них там происходит, я не знаю. Это хороший вопрос, хотелось бы что-то услышать. Я не знаю, к сожалению, да. Но, как и химаньяк, это будет защищаться, это адвесария латакс в медицине? Есть, Татьяна, эту тему. А я вот ее остановилась на том, что я видел о том, что это происходит. Ну, то есть адвесария латакс точно так же, как в медицине будет защищаться, точно так же, как и везде в других местах. То есть сейчас, как вы знаете, происходит. Да, еще у манельчика и полицейского, где потом, ну, где можно будет догонять? Ну, в общем, суть такая, что защищаться планируют точно так же, как и везде, а тут сейчас это очень активный ресерч. Будет таки чисто теоретично, что специально будут подрубляти данные потоку, чтобы просто заменить самовыгрышный классификатор? Наверное, наверное. Здесь я ничего не могу сказать. Да, это повсеместно, на самом деле, во многих местах, в том числе у нас, в том числе в Эстонии, в Украине. Это большие проблемы. То есть закон должен подстроиться под современные тренды. Ну, вроде как сейчас это происходит по большей мере. Ну, как-то больше сказать на эту тему ничего не могу. То есть вопрос в том, как, во-первых, GDPR, да, вот сейчас хлынул волной, и тут тоже начинаются проблемы с GDPR. Ну, и другой вопрос, это, конечно же, насколько вообще были законы, которые позволяют это делать. Ну, пришел на такое подание. Можете спелкурить с Харьямой и Шотик-Кириевым? А доктора очень консервативны вообще для этих всех вещей. Они этому не доверяют. Это еще одна история, как вообще убедить докторов что-то с этим делать. Особенно, там, не знаю, в старой Европе, например, это вообще очень сложно. У нас это все-таки легче немножко еще. Я поделюсь досвидом, например, в Штатах FDA, FDA, да, Food Drug. Да, 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 да. И очень часто, что этот процесс проходжения тримает несколько роков, что, ну, это, в основном, в этой галузе IT и так далее, это очень величезный промеж. Да, да. Я сейчас буду, кстати, про это говорить немножко. Ладно, хорошо, давайте тогда, я понимаю, начинаются вопросы, которые уже начинают, ну, следующий доклад немножко подковыривать. Давайте не будем ждать. В общем, следующий доклад о том, как мы сегментируем клетки на изображениях с-под микроскопа. То есть идея такая, что у нас есть изображения с-под микроскопа. Ну, в общем-то, вы видите, наверное, основная идея уже опять-таки на первом слайде. А у нас есть изображения с-под микроскопа, там видны клеточки. Идея такая, чтобы эти клеточки посчитать, выделить их в отдельные объекты, узнать их общие размеры, например, средние размеры и так далее, и тому подобное. То есть какую-то общую статистику по ним узнать. Вот, ну, опять вернемся к биологии. Я вам скажу, что клеточек в нашем организме довольно много. Они все довольно разнофункциональные, делают разные вещи. И поэтому нам надо действительно для каждого вида клетки что-то свое нужно. Прежде всего, мне бы хотелось небольшое разбудить аудиторию чуть-чуть. Я буду вам показывать клетку, а вы мне говорите, пожалуйста, если вы знаете, что это за клетка. Если знаете, то говорите прямо сразу. Что это за клетка? Нейрон. Отлично. Что это за клетка? Красное кровеносное тело, да. Это что за клетка? Белое кровеносное тело, да. Это игрушка, конечно, но это белое. Что это за клетка? Наверное, это клетка ткани скелета. Но это сложно. А что это за клетка? Что-что? Нет. яйцеклетка это что за клетка рак это рак это раковая клетка кстати это это вот эта игрушка только вывернута наизнанку а вот есть такая игрушка можно купить в интернете ночью суть такая что да у нас много разных клеток а теперь как как вы думаете а у нас во всех клетках один тоже днк как так получилось что все эти клетки отличаются друг от друга до дифференциирование но почему она происходит но идея ладно не буду вас томить этим в общем у нас есть днк она свернута просто по-разному в разных типах клеток и так получается что разные гены доступны и не доступны в разных клетках то есть получается что некоторые гены работают некоторых клетках некоторые не работают других клетках из-за этого так как в некоторых клетках одни работают других другие работают у нас появляет появляется так называемое правильное слово фенотип вот если к если так более-менее разложить это вот у нас есть например ген 1 ген 2 один из них работает один из них не работает смысле он там скручен так что к нему не подобраться один из них доступен а вот то один из них работает, другой не работает. И мы получаем, например, белое кровеносное тело. Если, например, все наоборот, то получаем клетку этого самого скелета. Если, например, оба не работают, то сразу становится раковая клетка, она начинает размножаться, и все становится очень не очень хорошо. В общем, суть такая, что вот эти вот, это называется экспрессия. Ой-ой-ой, какой ужас. У меня немножко по-другому должно выглядеть. Да, вот здесь немножко ближе к тому, как я это вижу на экране. В общем, суть такая, что разные экспрессии, это называется экспрессия генов, приводят к разным видам клеток. Но для того, чтобы узнать, какой тип клетки, нам, естественно, не обязательно ходить куда-нибудь к ворожке или измерять чего-то там, для того, чтобы понять, что это за тип клетки. Так как вы видите, что они отличаются уже по виду достаточно сильно. Мы можем просто на них посмотреть. Мы можем посмотреть на клеточки и понять, что это за клеточки. Как такие изображения получаются, вот приблизительно можно вот на этом графике, наверное, понять. Мы берем клетки из мышки или из человека, садим их на стекляшечку, там их выращиваем. Часто добавляем какие-то химические элементы для того, чтобы, возможно, вылечить болезнь или наоборот там что-то добавить. Вот. Потом мы это все красим, потому что нам надо получить свет, который будет исходить из… для того, чтобы сфотографировать что-то, нам надо, чтобы что-то светилось. Мы добавляем так называемые флюоресцентные маркеры. Это что-то, что садится на нужные нам места и светится. Мы подсвечиваем клетки, например. Вот. Потом мы берем айфон, естественно, нет. Мы берем какой-то специальный аппарат, который фотографирует и получаем вот такого вот вида фотографий. Бывает еще получаем вот такие. Это хистология. Это вот, например, когда я говорил про рак груди, там вот это используется. Вот. Ну, а иногда мы не хотим использовать флюоресцентные маркеры, потому что они очень дорогие и они опасны для жизнедеятельности клеток. Они их часто убивают. Вот. Поэтому мы пытаемся избежать этих самых маркеров и просто фотографируем как есть. И получается вот такие ужасные фотографии. Это называется Brightfield. Это картинки, полученные под прямо вот обычным светом. То есть никакого там флюоресценции нет. Просто обычный свет. А вот эти два шага уже давным-давно заменены более серьезной машиной, которая делает очень много фотографий, быстро. Но, в общем, в этом проблемы нет. Данных можно нагенерить сколько угодно. То есть вот это, по крайней мере, помните, диплёринг проблема с данными. Здесь, по крайней мере, этой проблемы нет. Кроме того, никто не особо пока что не основал клуб по защите прав клеточек. Анонимные, а не анонимные, их не так важно. Поэтому мы с этим работаем. Что важно, что в нашем организме, как я уже показывал, клеточек очень много. Они все очень разные. И для каждой из них вот что-то на какой-то особый подход. Это все прекрасно, можете вы мне сказать, но, come on, кому интересны эти клетки? Для чего они вообще, кому они пользу какую-то приносят? Так вот, оказывается, что есть те, кто cares. Почему cares? Вот, например, рак груди. Один из диагностических маркеров рака груди – это количество методических клеток в биопсии груди. То есть берут небольшой кусочек ткани и считают количество клеток, которые делятся, которые в состоянии деления. Оказывается, что чем больше клеток в состоянии деления, а так вы знаете, что раковые клетки делятся постоянно хаотически, и этим, собственно, они и страшны. Чем больше клеток, которые находятся в состоянии деления, тем агрессивнее тип рака, тем агрессивнее должно быть лечение. И это можно определить только, ну, пока что, по крайней мере, один из таких самых популярных способов. Я себя поправляю каждый раз, чтобы, не дай бог, не говорить какие-то, какие-то такие очень безапелляционные вещи. Ну, один из популярных способов – это смотря на эстологические изображения. Другой интересный пример – это с вирусом Эбола. Как вы наверняка все слышали про вирус Эбола, в какой-то момент был такой супер-хайп, все боялись его очень сильно, сейчас уже не так. Но суть была такая, что одну из вакцин, там придумывали разное количество вакцин в разные периоды времени, одна из них была найдена благодаря тому, что увидели, что есть определенный тип клеток, белков вернее, которые как бы закупоривают клетку изнутри и не дают вирусу проникнуть внутрь. Вот, и если этот тип белков использовать, то окажется, что можно, в общем-то, защитить клетки от проникания вируса. Это было получено, эти результаты были получены. Я не готов глубоко удаляться в это все, но эти результаты были получены с помощью флуоресцентных изображений. То есть это вот где понимание того, где находится клетка, где не находится клетка, помогло, в общем-то, исследованиям. Ну и один из тоже самых популярных вещей – это исследование реакции клеток на воздействие химических каких-то реагентов. Например, если мы лечим что-нибудь, мы можем добавлять это лекарство, предположительное лекарство к клеткам и смотреть, как они развиваются. Это используется, кстати, на этом используются Brightfield Images. Теперь я хотел сказать, что в Computer Science у нас есть закон, такой называется Мурзло, знаете, да, закон Мура, который говорит, что со временем увеличивается количество мощности, оно становится дешевле и так далее. Так вот, в фармакологии есть такой замечательный закон, который называется Ирумзло. Он говорит о том, что экспотенциально увеличивается цена одного лекарства. То есть если, да, тут говорится о том, сколько лекарств можно получить за 1 миллиард долларов. В 1960-х годах можно было получить больше 10 лекарств за 1 миллиард долларов. Сейчас после всех замечательных FDA, привет FDA, всяких регуляций, которые они в том числе привели к тому, что одно лекарство уже не получить за 1 миллиард долларов, 1 миллиард долларов одно лекарство не получить. А если не нравится? Да, 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 естественно, естественно. Ну и понятное дело, что там еще куча факторов, в том числе один из факторов это то, что мы все еще достаточно далеки в плане машинерии, анализа этих самых клеток. Тут есть такой вопрос для аудитории. Как вы считаете, какой на данный момент лучший способ сегментации клетки? Что за… какой алгоритм лучший пока что для сегментации клеток? Человек. Dude in the lab. Пока что самый эффективный способ сегментации клеток – это dude in the lab. А это значит, что тысячи человека-часов потрачены на то, что человек просто таращится в экран и пытается определить, где же там это ядрышко спряталось. Вот. Это, конечно, довольно грустно. Ну, сами понимаете. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Как вы понимаете, это довольно грустно, но есть, естественно, автоматические какие-то средства это делать. Давайте посмотрим на самые такие базовые автоматические средства. Например, у нас есть оригинальное изображение, потом мы его что-то с ним делаем, он становится немножко более ярким, контрастным. Потом мы занимаемся такой штукой, как называется трэш-холдинг. Трэш-холдинг, по сути, мы берем некое, да, мы строим инстаграмму распределения интенсивности пикселей, мы знаем, что вот это вот пиксели бэкграунда, то есть те, что мы не заинтересованы, это, это пиксели, которые, в общем-то, определяют саму клетку, да. И мы где-то тут проводим линию, говорим, что все вот эти вот пиксели, а мы их называем бесполезными пикселями, а эти пиксели мы называем полезными пикселями и обозначаемыми как бы клетки. Вот. И вот получаем вот такую как бы бинарную маску, где белое – это все то, что было вот в этой части, а черное – это все, что было вот в этой части. Что интересно, мы можем этот трэш-холд двигать, мы можем сделать его чуть-чуть больше, еще чуть-чуть больше, или назад, или вперед, и посмотреть, чего происходит. То есть количество пикселей, которые отображают клетки, будет уменьшаться, потому что мы делаем серьезнее трэш-холд. Вот. Это, как вы понимаете, тоже довольно болезненный процесс введения вот этого трэш-холда. Более того, как мы трэш-холд ввели, мы каждую из вот этих вот белых объектов, мы делаем, как бы говорим, что это отдельный объект, вынимаем его из клетки и изучаем. Спрашиваем, какой у нее размер, какой у нее там, что у нее там внутри, и так далее, и тому подобное. И так собираем такую вот статистику про эти клеточки. И потом уже пытаемся проанализировать, а что за класс клеток, вот это вот, и по какому признаку они разделены. Да, если мы заинтересованы в раковых, нераковых клетках, мы берем и смотрим, как выглядят раковые клетки, какие у них там морфологические признаки, круглость там, у них там может быть, чего-то там внутри не хватает, или еще что-то. И вот мы их пытаемся разделить. Вот, это так вот выглядит автоматический процесс. Ну и, как я уже сказал, проблема здесь, конечно же, в том, как выбирается треш-холд, потому что вот это вот количество различных вариаций того, как выглядят клетки, оно невероятно, поэтому для каждого из вот этих вот классов нужно свой треш-холд подбирать. Вот. Ну и возникает, конечно же, вопрос, может ли deep learning, mighty deep learning, помочь нам в этой проблеме. Оказывается, может. и мы с группой использовали три подхода в этом. Один, я вам сейчас про эти три подхода расскажу. Довольно быстро расскажу, так что надеюсь, что мы еще останемся. И не все заснут из тех, кто здесь присутствует. В общем, первый подход был такой. Мы разбивали оригинальные изображения на так называемые патчи. Это такие маленькие кусочки картинок. И потом, что мы делали, мы каждому патчу присваивали лейбл. Причем присваивали его по центральному пикселю, по классу центрального пикселя. То есть, если мы смотрели на уже проаннотированное изображение и видели, что центральный пиксель принадлежит клетке, мы называли весь патч так называемым клеточным патчем. Вот. А все остальные, допустим, у них там ничего в центральном пикселе нету, поэтому мы их называли, так скажем, пустыми патчами. Вот. Мы собирали такой вот датасет этих самых патчей, лейблили их, то есть говорили, что какие-то из них принадлежат клеткам, какие-то не принадлежат клеткам, и тренировали нейронную сеть на то, чтобы распознавать тех, которых в центре есть клетка, и в центре которых нету клетки. Потом мы делали, для того, чтобы протестировать картинку, мы брали новую картинку, и каждый патч вот таким вот образом предсказывали. Каждый центральный пиксель предсказывали, получали вот такое что-то. Ну, вот здесь у меня не очень хорошо получилось, но суть понятна. Это такая сегментация получалась. Вот. Как вы можете предположить, это довольно длительный и сложный процесс. Это вот мы делали с моим коллегой вот в Эстонии. Это получалось долго, но зато качественно. Вот. Дальше мы попробовали другие подходы. Два. Один подход выглядел так. Мы использовали так называемые конволюционные сети. Конволюционные сети приблизительно работают следующим образом. У нас есть изображение, ну, там, на каком-то, там, 3 на 3, например, 4 на 4 картинка. Мы на нее накладываем серию так называемых фильтров, каждый из которых в себе запечатлел какой-то, какой-то закономерность, какой-то паттерн. Вот. Каждый из этих фильтров, накладываясь на оригинальное изображение, пытается понять, ну, я так, грубо говоря, пытается понять, просто накладывается, делается перемножение, и результатом этого перемножения становится, насколько много этого паттерна есть на этой картинке, вот в этом конкретном месте. Потом мы это делаем для всех остальных мест на этой картинке, для одного фильтра. То же самое происходит со всеми остальными четырьмя фильтрами, или там, сколько там этих фильтров. И мы получаем вот такой вот четырехмерный результат из этой операции. Это называется конволюционный уровень, конволюционный уровень сети. Потом мы то же самое вскармливаем другому конволюционному уровню, уже с более серьезными фильтрами, ну и так далее, до тех пор, пока не получаем результат. В данном случае, как вы видите, результатом было то, что сеть предсказала, что на картинке изображена семерка. Ну, это чисто для демонстрации, поэтому давайте не будем вглубляться. Конечно, используем. Это для демонстрации работы конволюционной сети. Вот. Ну, а каждый нейрон на последнем уровне говорит, насколько вероятно то, что картинка принадлежала к какому-то определенному классу. Здесь есть, кстати, очень крутая визуализация. Если вам интересны эти темы, то можно пойти посмотреть. Они довольно прикольны. Она показывает, как работает конволюционная сеть на примере написания. Здесь можно руками написать какую-то цифру, и она будет, собственно, пытаться предсказать эту цифру. Вот. Ну, а мы использовали эти конволюционные сети, которые называются еще... Мы использовали особый тип этих конволюционных сетей, конволюционные аутоэнкодеры, которые пытаются предсказывать, возобновлять картинку. То есть, если мы даем какую-то картинку на вход, мы ожидаем то же самое получить на выходе. В этом суть. А в данном случае мы использовали эти конволюционные сети для восстановления маски, для восстановления сегментации. То есть, мы давали картинку клеток, и мы ожидали, чтобы получить маску на выходе. Вот. Мы использовали простой такой конволюционный аутоэнкодер, использовали такую архитектуру, как называется, сигнет, которая использовалась для того, чтобы сегментировать картинки с самоуправляемых машин. Там, где они ездят по дорогам, они должны разметку делать того, где пешеходы, где деревья и так далее. И использовали юнет. Есть такая третья архитектура, которая специально была создана под клетки. Вот. И, собственно, результаты были неплохие. Мы перешли к третьему подходу, который был такой же совсем последний, совсем современный подход. Он называется маска РСНН. Кто-то даже, по-моему, где-то упоминал только что. Идея такая, что мы сегментируем объекты, то есть уже конкретно объекты. Вот. Сейчас я расскажу вкратце, как она работает. У нас есть изображение. Сначала она предлагает объекты, в принципе, пытается предлагать очень большое количество разных вот этих квадратиков, которые она считает в себе содержит какой-то интересный объект. Потом идет процесс фильтрации, то есть процесс отбора интересных коробочек, то есть от просто рандомных коробочек мы отщепляем только интересные коробочки. Для каждой интересной коробочки внутри мы проводим сегментацию и получаем вот что-то такое. Мы подумали, посмотрели на это и подумали, эй, ну работает прикольно, а почему бы вместо пешеходов ему бы не сегментировать клетки? По-моему, вполне нормальная замена домена, что мы сделали, и, в общем-то, оно действительно неплохо сработало. Вот сейчас мы как раз в активной фазе сравнения двух, последних двух подходов, потому что первый подход работал очень долго, мы его практически сейчас не используем. В общем, если вернуться к нашему вопросу, может ли диплёрнинг помочь? Ответ такой, что да, может помочь. И даже не просто может помочь, а тремя способами. Вот, и мы рассмотрели эти способы. Первый был пиксель-вайс сегментация, второй был использование различных конволюционных алтин-кодеров, и третий был маскер-сенн. Вот. Да, тут, пожалуйста, есть анимация. Вот. Ну, и мой вопрос в зал, это как вы считаете? Вот все, что я вам рассказал, при этом при всем, кто все еще круче сегментационный алгоритм? Какой сегментационный алгоритм круче? Дюд-ин-де-лаб или самый крутой маскер-сенн? Или какой-нибудь алтин-кодер? Чувак все еще работает круче, да, дюд-ин-де-лаб работает, выигрывает. Как? Чуваками? Ну, в смысле, тут как раз весь слайд о том, что с автоматической сегментацией постоянные трапы. Поэтому чувак все еще побеждает, потому что огромное, огромное количество различных клеток, да, и из-за этого комплекция очень высокая. Одинаковые. Там нет стандартного набора, в смысле, имеете в виду по размеру или по… Нет, я думаю, что эти по просторовых частотах в основном конвалюты и працюют по таких фильтрах, которые фильтровые и первые просторовые частоты. Нет, они натренироваются. Там нет такого, что они какие-то конкретные фильтры. Сначала они случайные фильтры, а потом они натренироваются на те паттерны, которые помогают конвалиционной сети отфильтровывать то, что надо отфильтровать под конкретную задачу. Давайте после доклада об этом поговорим. Давайте поговорим после доклада об этом, потому что это не совсем то, о чем я рассказывал. В общем, есть такой тип, как флюоресцентная микроскопия, как я вам только что рассказывал. Вот фотографии выглядят таким вот образом, а есть вот этот брайтфилд. Помните, я рассказывал про брайтфилд, говорил, что это фотографии из-под природного, без флюоресцентных тагов. Так вот, оказывается, что брайтфилд это что-то, что до сих пор человек делать не способен. То есть я не знаю, насколько вы видите ли вы там, где находятся клетки, то есть я могу наложить даже эти две картинки одну на другую. И вот мне кажется, что непонятно. То есть мне до сих пор бы непонятно было. Даже глядя на экран вот отсюда, я бы не нашел эти ядра. А нейронная сеть способна, и мы это в принципе делали благодаря тому, что у нас есть и то, и то изображение, и флюоресцентное, и брайтфилд одновременно. И мы делаем сегментацию по флюоресцентным изображениям, а тренируем сеть уже по этой сегментации, но на брайтфилд. И оно работает. А если стандартные методы подключения контрастности, или локальная контрастность, то это все равно не помогает. То есть развинутые еще до того, когда про нейронную мережи практически никто никогда не штует? Да, но это все равно не решается стандартными способами. Ну, по крайней мере, то, что мы пробовали, оно не делает. Вот, это, собственно, конец моей, третьей части моего доклада. Это команда, которая этим занималась, и которую я хочу поблагодарить. Что-то, что из последней части мы можем извлечь для себя, это то, что разные клетки в нашем организме появляются благодаря разной экспрессии. Нам нужна сегментация клеток для того, чтобы, например, диагностировать рак груди или, например, исследовать новые какие-то вирусные заболевания и так далее. Классический способ – это так называемый треш-холдинг. Ну, и дип-лёрнинг, в принципе, очень хорошо помогает в этом во всем деле. Но все еще дюд, дюд все еще круче. Ну, и последнее – это референсы, которые я использовал. Вот это ссылки на всякие, всякие доклады, всякие обзорные статьи, в том числе и наша обзорная статья. Вот она. И, к сожалению, не добавил ссылку еще, но она уже выложена в открытый доступ, ее можно прочитать. Это моя лаба в университете Тарту. Благодаря тем людям я был выпущен в мир биоинформатики. Вот, я им очень для этого благодарен за это. Ну, и последнее – это, конечно же, последний месседж. Это приходите в биоинформатику, потому что that's for real scientists. Ну, это arrogant message, но суть так. Вот, спасибо большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова